Так, для тех, кто в записи смотрит, это пятая часть трансляции Пилосов Отюнити. Чатику привет! Вспоминали мы, как закончилась четвертая часть на кабанчиках. И сейчас придется Маграново распутье снова пройти. Вот здесь вот притаилась стая вепрей или кабанчиков, которые меня ушатали в прошлый раз. Абсолютно нелепо я спустя рукава относился к... После прошлых там битв с пауками, с королевой пауков, с волшебником. Никак от кабанов я не ожидал такой подставы, поэтому придется с ними разобраться. Если пропустили, наткнулись на пятую часть, не посмотрели предыдущие, конечно, стоит посмотреть сначала те, которые были до этого, потому что там столько сюжета, столько бэкграунда. У нас сейчас команда из пяти человек. Не думаешь, что они от спутника с аурами? Не думаю. Так, где-то они здесь были. Упыри эти. Вот они. Не упыри, а вепри. Ну что, значит, я хотел, во-первых, поставить аишечку сюда, поведение, защита, себя. Персонаж не будет двигаться, чтобы атаковать, пока противник не втянет его в бой. Одолев противника, он будет сам искать новые цели. Окей. Да, не будет искать. Кабаны унижают. Да-да-да. Так, их реально тут много, но... Ну, я справлюсь. Это раз. Это двас. Это трис. Уменьшаем скорость. Так, бобер готов, да? Этот готов. Этот... Вот я хочу заменить певчего, на самом деле, потому что, в отличие от всех остальных персонажей в пати, то есть, я... Ну, у танка понятно, у танка своя роль, у него и способностей маловато, у него, как правило, все такое пассивное, то есть, он цепляет на себя, с ним, ну, агрит пацанов, пытается там контролить как-то. Главное, у него задача не по способностям, а по роли, так скажем. Вот. Дальше, если мы берем бобра, сайфера, у него масса действий, то есть, он там каждый ход в ручном режиме действует, и от него пользы много. Мага, та же самая тема. Клирика, нашего вот этого замечательного стойка, Распутина, он тоже топовый, то есть, у него огромное количество способностей, которые в разных ситуациях можно и нужно правильно использовать. А вот этот упырь, он там настреливает что-то издалека, выбирает напевы сомнительного содержания, по крайней мере, мне так кажется. И, в конце концов, где-то к середине или к концу битвы, может, ну, если битва затяжна, это пару раз за битву, может скастовать какое-то толковое заклинание. Короче, он мне сейчас пока меньше всего нравится, и планирую я его заменить на что-то более... на что-то более. Так, значит, здесь у нас пошло, поехало. Раз, отстойка, отстойка, отстойка. Надо его Распутиным звать, а не стойком, а то получается не... Миша Певчий отстой. Ну, может быть, может быть. Мне он как-то тоже не... Не приглянулся, так скажем. Так что там есть у нас паралич. Есть 12 секунд. Окей. Бобром настреливаем раз. Этим обновляем. А может быть, подойдем? Ага. Стопэ. Там мы еще застревание сделали, очень хорошо. Сейчас можно по кабанчикам пройтись. Вепрь, молодой вепрь. Вепрь. Так, тут каст идет. Ох, попал. Вот, Бобер, молодец. Выстрел 55. Мы же еще Дробаш Бобру. Вот у меня до сих пор в голове не укладывается, как в играх в серии Балдрус Гейт, вот это вот все, вот там Торнов Бала и Свиндейл появляется огнестрельное оружие. Да, Арканум. Но это... Это другой лор совсем. Но нет. И главное же, решает. Накинули туда точность, накинули уроны, развидающего урона. И все, Бобер по парализующим бах-бах, 50-60 наносит, и не откажешься от этого Дробовика. Дробовик. Водыди, Дробовик. Просто вот как это... Это же Аркебуза, это не Дробовик. Водыди нет огнестрельного... Ну, хотя, может, пушки есть какие-то. Но я не помню, чтобы... Нет, надо, конечно, специалистов проконсультироваться, но я что-то не помню, чтобы в водыди был огнестрел. Окей, хорошо, здесь мы заливаем раз. Ну, смотрите, сколько полезных вещей сделали уже там. Маг второе заклинание кастует. Тут уже два с пыла тоже докастовывает стоик. Бобер парализовал, затормозил, начал дамаг наносить. А этот упырь одну фразу напел из трех. И после третий он уже сможет что-то толковое скастовать. Ну, короче, надо вот этого упыря менять. Оп, вот маг. 36, 45, 61, сдул. 28, 39. Просто унижает. Просто унижает. Тяжелое ранение, ошеломление. Давай, Бобер, стреляй. Тут благословение. К тому моменту, как он накопит третью фразу, останется... Никого не останется, в общем, уже. Давай сразу же тогда у Аи закинем сюда. Вот, три фразы у него. Осталось два вепря. Тяжелое ранение, легкое ранение. Ну, то есть... Не знаю, зачем он нужен, этот... Ну, давай скастуем для очистки совести. Вот так вот. Чтоб трупы взорвались. Чё, кастует долго. Да. Короче, менять надо его. Теперь, чему еще скрытности прокачай, игра пропрет. Я чувствую где-то... Сарказм в этом совете. Подозреваю, что он есть. Он может восстанавливать выносливость для затяженных боев. Так это понятно, но... Во-первых, у меня этого напева для начала нет. Давайте, он здесь, кажется, да? Это минус выносливости у врагов. Это реакции и прочая хрень. Это воля и стойкость. Ну, посмотрим. Может, что-то там появится, конечно. Но пока... От него пользы меньше, чем от других. Опачки. Реакция бонус-клечения. Амулет фулл ванно. Вот я не полутал в прошлый раз. Бонус-клечения. Ну, а это что такое? Пожеванное письмо. Этот клочок пергамента разорван и забрызган кровью и слюной тролля. Тут мы тролля в прошлый раз убили. То, что от него осталось, содержит следующий текст. Боялся, что он попадет в беду. Когда доберусь до бухты непокорности, найму гидов, которые отведут меня обратно на запад и обеспечат мне защиту. Там попробуем найти фулл ванно. В настоящий момент я сожалею о своем стремлении уйти из позолоченной долины. Это очень темное... Это очень темное. Так, что за амулет? Реакция плюс пять. Реакция у нас на что? Вид защиты. Персонажи уклоняются в физических атак с АОЕ. Взрывы, разряды, молнии. От класса ловкость восприятия персонажа. Получаемое лечение плюс двадцать пять. Надо брать... Надо танку передавать. То есть и повысит... Ну, если там АОЕшечка какая. И главное получаемое лечение. Отдаем Эдеру. Вместо плаща. Плащ это какой? Плащ никакой. Окей. И двигаемся на юг. На юг, потому что по глобальной карте у меня тут... У меня тут явно что-то должно быть, по идее. Может по дороге или... Сейчас проверим. Да, вон. Компас... Анслойга. Еее. Да найдешь другого героя, кану применяешь. Да-да-да, так и будет. Пока выбора просто нет. У твоей аркебузы, по идее, перезарядка минут две должна быть. Выстрелы выкинут до следующей битвы. Да. Ээээ... Ой-ей-ей. О, тут какие-то квестовые. Тили стоит. И... Эгдранг. Нечитаемый вообще. Никнейм. У одной из заводей стоят две фигуры. Они тяжело дышат, переводя дух, и настороженно смотрят на вас. Если ты, как и мы, собираешься порыбачить, тебе лучше не ходить к компасу. Гномиха указывает на юго-восток. Ее товарищ качает головой. Шторм часто разбивает корабли об эти скалы, так что сначала нам показалось, что и в этом ничего особенного. Но потом мы кое-что услышали. Ужасный шум. Я подумал, что это должно быть выживший матрос. Но он не был живым. Он двигался... Но не был живым. Поеживается. Отвратительно. Говоришь, здесь настоящее кладбище кораблей. Женщина кивает. Да, что не месяц, то новая трагедия. Опасно здесь плавать. Но рыба хорошо клюет. Обычно. Поднимает бровь. Наверное, в следующий раз стоит попробовать пройтись подальше. О чем ты? Что вы видели? Мертвецов. Ходячих мертвецов. Мы не хотим влезать в это, что бы это ни было. Хреновый перевод. Попробуем поймать что-нибудь в этих заводях, а потом пойдем домой. Говорят, немцы переводили, поэтому. Что вы здесь делаете? Рыбачим что еще? Жаль только, что я потерял удочку. Швырнул ее в одно из этих... Чудовищ. Он вздыхает. Мы осматривали заводи и уже хотели попытать счастье у скал. Чуть не померли от страха. Придется обходиться с сетями или с голоду помрем. До свидания. Хороший... Стой, ты это слышишь? Что? А-а-а! А, ксауриб тут. Маленькие ксаурибчики. Маленькие, беззащитные, можно сказать, ксаурибчики. Что они могут? Ничего они не могут. Стоят кучно. Прям вот... Сам бог велел их опрокинуть, ауешечкой позакидывать. Бах, бах. Все. Сразу паралич, сразу застревание. Сразу ауешка от мага залетела. В общем, все. Все как обычно. Сбили с ног еще одного ксауриба. Еще сбей с ног. Гномих убивают? Да ладно! What? Вы офигели, ребята. Как можно было... Как можно было отдаться от... На никчемных ящерках? Или это по скрипту? Боги, ну и дела. Спасибо за помощь, незнакомец. Так твоя гномиха уже... Может, он мечтал? А там... Ну ладно. Так, давайте осмотримся. В озерце, оставленном отливом, теснятся крабы и мелкая рыба. Оп! Опять ксауриб. Ксауриб-воин. Этот серьезный. Ладно. Микроконтроль пошел, ребята. Микроконтроль. Паралич. Ну где там, Аллен? Куда побежал? Он же под параличом. Куда он? Куда он бежит? На нем паралич 3 секунды и 6. Что это такое? Я первый раз вижу. Он реально пробежал метра два и продолжает двигаться. Вот он. Ксауриб-воин. Чудовище. При смерти. Паралич. И он бежит, он, брат. Что это? Мне кажется, это немного нечестно. Не, ну он реально уже к магу подбежал. Это как? Только я еще поатакую давай. Атакует. Ну, паралич, правда, уже спал, но превозмогая, говорит, себя, это очень странно, конечно. Ну, очень странно. Это он вообще пострадал только мозг. Ну, фуф. Ладно. Все равно это несчастные ящерки, которые, ну, их даже, даже бить жалко. Можно посмотреть, кстати, по лору, что они из себя представляют. Потому что наубивали мы их уже приличное количество. Но из них, кстати, выпадает прилично полота. Бом-бом. Энциклопедия. Бестиарии. Ксауриб. Ксауриб 15 штук убили. Воина только одного. Сила 15. Вычет урона 4, только по ледяному двоечку. То есть они не способны вообще. Восприятие, ловкость, топовые характеристики. Реакция высокая. Ладно. Не представляю эту грозу. Опа, я не лутанул главного-то. Окей. У него бета-понеделек работает, как хочет. Опа. Тут что-то огороженное, видите? Как будто лагерек. Ну, вот такие вот штуки с черепами. Будто это вход куда-то. Да. Оп, очки. Френдли. Танок, Сауриб и ранга. Здравствуйте. Перед вами стоит высокая Аумауа. Ее кожа золотисто-коричневая, цвета последних мгновений заката. Вот это хороший перевод. Цвета последних мгновений заката. С вледными лоскутами на шее и ладонях. Копные вьющихся каштаново-рыжих волос заплетены в тугие косы вокруг светлой полосы кожи на голове и не спадают на ее широкие плечи. Такое впечатление, что переводили люди с разным уровнем знаний языка. Кажется, она совсем не удивлена, что обнаружила вас рядом со своим жилищем. Ты пришел за снадобьями и безделушками? Или хочешь просто погреться у костра? Она указывает на огромный котел. Меня послала Офра. Она сказала, ты знаешь, как сделать так, чтобы ее ребенок не стал посторожденным. О, квест! А, еще одна боится наказания Рейдрика. Она медленно кивает. Я знаю, о чем она. Наверное, Офра в полнейшем отчаянии распослала тебя сюда. Оплату она передать не забыла? Нет, конечно. Что бы там ни было, можешь оставить ее себе. Мне деньги не нужны. А вот услуга пригодится. Ранга указывает вглубь пелоострова. К северо-востоку отсюда живет племя ксаурипов. Может, уже не живет, кстати. Жрец у них там главный. Нет, жреца мы не убивали. Это от них Тано сбежал. А, Тано это вот мелкий, который стоит. И поэтому их разведчики все рыскают вокруг, ищут возможности его прикончить. Тано ксаурип издает пронзительный клёкоть. Опускает голову. Однажды я уйду за припасами, вернусь, а мой помощник мертв. Как я тогда буду кого-то лечить? Она качает головой. Избавь меня от них. Тогда я помогу Офре. И тебя не забуду. Окей, без проблем. Пятьсот опыта практически. Хорошо. Найти их несложно. Она улыбается, обнажая острые зубы. Удачи тебе. Так, убить ксаурипов. Есть что, полу-то, ребят? Внезапно. Вообще ничего, что ли? Может, с Тано и поговорим? Улыбается во все зубы. Чирик-чирик. Что на продаже есть? Опа! Во-первых, привал есть. Но, кажется, у меня максимум, да. У меня только хавчик. И... Восприятие плюс три, защита от земли, ловкость минус два. Губка, жвачка. Такие вот штуки есть. Да и зелье выносливости тоже есть. Можно и сплавить что-нибудь. Денег ради. Вот такие вот ксауриповские штучки. Хотя по дешевке. Может, наверное, выгоднее все-таки... Выгоднее все-таки продавать. Кузнецанду посмотреть. А на торговец, да я понял? Я должен быть дискредит. Так. Попробуем лагерь найти. Воу-воу-воу-воу-воу. Они уже здесь. Два маленьких ксаурипов. Ну, они не ходят по двое. Обычно не должны ходить по двое. Но, видимо... Блин, так мне нравится. Выстрелы по 50. По парализованному. Прям вот топич. И это же не предел. Еще я могу... Пушку-то... Улучшать, улучшать. И еще раз улучшать. Собираем. И вход в пещеру. Пещерный коралл. Заходим. Дамб говорит, привет, я защитился сегодня. Диплом. Опа. Спорлинг. Спорлинг. Древний. Первый раз с этими спорами встречаемся. Невосприимчивость. Дезориентация. Доминирование за выражение. Испох оглушение. Паралич. Опа. Паралич. И к ужасу тоже не алло. Что могут... Яд против них должен плохо действовать. Жечь огнем надо, наверное. И точно выманивать их. За угол. Так. Они сбивают с ног. Вспоминаем про способность стойка подавления печали. Снятие вредных действий. Если не паралич, то мне надо, наверное, контроль делать. Бобром. Так, давай раскастовываться сразу же. Чего я торможу. Пробую захватить. Бежит только 4 человека впереди. Неуязвимость. Бобру не удается, к сожалению. Испуг на них тоже, да? Не действует. Да. Ладно, давай, наверное, пока так. Так. Попробуем сбить с ног. Стойком вычет уроном. У них защита слабенькая, на самом деле. То есть 32, это не защита. Это так. Но сейчас сбивают с ног уже. И надо уже... Я же говорил недавно, что у меня в дипломе присутствует сайт ГГБ. Буду его защищать. Скоро защитил. Защитил от злого ректора и матерого прогера, у которого одних только годов разработки веба больше, чем мне. И он меня наказывал жестко. Ясно. Ну, поздравляю, что справился-то все-таки с поставленной задачей. А почему Бобер тупит? Такой вопрос. А, потому что он быстро кастует этот спелл. Давайте проверим на молнии их. Вычет урона 7. Здесь надо восстанавливать выносливость или сразу же защищать. Давай восстановление... Нет. Или снятие эффектов статусных. Да, проверим. Заодно сбивание с ног снимается или не снимается. Сейчас Бобра будет сбивать. Ух ты! А молнии на них действуют. Прекрасно. Вот это вот 20, 21, 25, 24. Это вот оно. А сколько там? Там столько, кстати, урона и было. То есть без штрафа вообще. 27, 37. Ну, да. С незначительным штрафом. Ранен, ранен, ранен. Атакуем. Эк 2 дыхание. Бобра сбивает с ног. Подействовало сбивание с ног. На них самих что-то странно, кстати. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Стойка кастует. Бобер встает. Подавление печали начало работать. Надо попасть в кого-нибудь из них. И можно, наверное, уже... А трупов там особо-то и нет. Я могу подойти. И скастовать. Хотя бы вот так. Урон и отталкивание. Бум-бум. Восстановление выносливости на троих. Что там бобер... О, бобер попал. Бобер попал. Это хорошо. Тяжелое ранение, ранение. Поэтому стреляем. Наверное, да? Или продолжить делать... Наверное, ауешечку лучше делать по десятке. Так, бобер чуть... Чуть не сдох. Ну, в смысле, чуть у него выносливость не ушла полностью. Неуязвимость. Отталкивание сработало. Но вот... Блин. 40, 10, 14, 26. Вроде работает, а вроде разброс все равно конский. Тут второе дыхание. Тут опять какие-то проблемы. Может, стойком его вообще уже закрывать, а? Или выдержит? При смерти тяжелой при смерти. Не знаю. Не знаю, не знаю. Можно было, кстати, еще холодный туман проверять. Потому что не было там, кажется, игнора к ослеплению. Могло помочь. Могло помочь. Так, ладно, бобер, давай-ка еще разок ауешечку. Тем более, этот при смерти, может, и не подойдет. Ты пытайся этого добить. Бум-бум-бум-бум-бум. Что у нас тут? А, сбит, да? Давайте спасать нашего танка. Закрыли, хорошо. А может, и плохо, кстати. Потому что сейчас они все пойдут. Я, наверное, выйду сразу же из сумрака. Чтобы мы сильно не разбегались. Блин, вот-вот зря, а? Вот что я сделал? Ладно, тут поубивали вроде двоих, кто попал под дыхание. Тяжело ранен, упырь. Давай второе дыхание лучше. Здесь давай лучше... Так. Тут, наверное, так. Бобер выжил. Вышечку сразу. Ну, чего там? Тяжелое ранение, тяжелое ранение. Все живут и живут, а? Пока живут. Ничего, ничего. Какие удары мощные, а у них? Еее, 51. 51 урон. Бах. Бах. Я бы привал запилил. Там мага чуть не... Один хит у него остается. Я мое. Я в конце абсолютно... Я поторопился в конце очень сильно, но получал магом. Не заметил вообще, что его сильно пробили несколько раз. Тут справик. Восстанавливаем выносливость. По жизни вроде более-менее все ровно. Вроде бы. Делаем сейв. Входим в инвиз. Аккуратно двигаемся. Так. Кажется, не попал. А, паралит же тоже на этих не действует. Зачем я скастовал? Надо было догадаться, что... Как бы это... Вряд ли он подействует. А здесь что? Дезориентация. Дезориентация. Ну, жизни у них не очень много. Защита тоже хреновая. То есть тут, в принципе, можно просто мочить. Просто мочить и все. Бах, 46 так. Сразу ранением. Не хочу тратить заклинания, если честно. Только те способности, которые у меня... Ну, халявные, по сути. Можно пока вот так вот. Сбивание с ног на них тоже действует. Так, на неуязвимость. Ок. Хорошо, что я сражался без этих двоих. Потому что они бы выводили стабильно одного-двух человек у меня и с боем. Не круто. А так-то урона несерьезно не наносит. 48. Так, минус один. Батюк, да. Двое дезориентированы. Бах, 57. Надо еще кому-нибудь дать винтовочку. Мне кажется, что хорошо будет заходить. О, новый уровень. У кого? У бобра. Да есть же. Я еще очки навыков подсейвил. Блин, так не хочу. Длительность действия расходуемых предметов. Бонус к урону против окруженных врагов. Вот эти вот два бонуса в выживании мне особо не нужны. Атлетика вроде тоже... Ну, атлетикам может помочь. Учитывая более высокую эффективность второго дыхания. Давайте атлетику на четверку. Знания тоже пока не пригождаются. То есть свитки, те, которые выпадают, я и так могу их читать. Поэтому я еще сейвлю навыки. Опа! Новые, новые, новые силы. Третий уровень. Эктопсихическое эхо. Формирует отскакивающую волну психической взаимосвязи между сайфером и союзником, нанося дробящий урон врагам, которые окажутся между ними. 30 сосредоточения. Луч врагов 25-37. Дробящий... А-а-а, это раз в секунду. 10 секунд. Отскакивающая волна между сайфером и союзником. То есть, стоит танк, его... Но я всегда за танком стою. Не очень удобно будет бегать вперед. Сломленная воля. Вмешивается в память противника, извлекая на поверхность яркие воспоминания о прошлых падениях на землю и вызывая хромоту и слабость. Хромота на 18 секунд. Ловкость на 2, подвижность на 1,5. Реакция на 20. Слабление. Целосложение, подвижность, стойкость. Но у меня паралич, как бы, выполняет эту функцию. Похожую. Поэтому пока оставим. Связь боли. Создает ментальную связь между врагами и целью, заставляя их получать часть любого урона, нанесенного целью. Да. Для союзников 25 единиц урона наносится повторно расположенным противником в течение полуминуты. Ну, это что-то вроде, да, эмпатии, только не шаринг здоровья и равномерное распределение, а дополнительный урон. Четверть урона наносится тем, кто... Между врагами и целью. Это круто. Ну, то есть, ты, например, фокусишь, и, как правило, ты всегда фокусишь одну цель, да? Ну, которая, там, подходит первой к танку, на которую кидается паралич. Если ты на нее кидаешь, соответственно, еще связь боли, то все враги, судя по всему, без ограничения, только по рейнджу 8 метров, это довольно много, будут получать четверть урона, который мы вносим в одну цель. Это еще как бы с каждого выстрела из дробаша по пятнашке всем. Это только с одного героя. И это полминуты работает. Мне очень нравится. Так, кукловод уничтожает психические защитные механизмы цели, обеспечивая доминирование сайфера на время действия заклинания. Доминирование на 24... Вот. Находится под взаимодействием, под воздействием воли врага, использует все возможные средства для того, чтобы уничтожить своих союзников. Так, у меня же вроде, у меня же вроде, похоже, это заклинание есть, но тут длительность дольше. И только одного можно под доминированием держать. На свои ванны кидать нет? Да нет, почему? Это более сильное и гасит сопротивляемость. Тайные страхи. Заставляет врагов в области действия считать, что их худшие опасения воплотились, пугая их и вызывая недомогание на время действия заклинания. Недомогание все снижается на единичку, стойкость уволена на десятку. Цель плюс враги. 5 метров. Испуг на 22,5 секунд. Очень хороший ауешный дебаф. И воспламенение души. Урон 163. Вызывает утечку энергии из души врага. Воспламеняет вокруг него воздух и постепенно сжигая. А, в течение 15 секунд. Постепенно сжигая. Бом-бом. Ну, а вообще это самый топовый урон, который я когда-либо видел. Пока что. Вот из того, что было. Даже учитывая 15 секунд, это... Это много. Ну, я же повелитель в огне. Я хочу воспламенение души проверить. Огонь моя стихия. Да, я согласен абсолютно. Повелитель огня. Я понимаю, что здесь есть хорошие еще штуки, но я надеюсь, затещу еще. А, я могу две взять? А, я могу две взять. Кайф. Кайф. Просто кайф. Так, хорошо. Либо сломленная... Не, какая сломленная воля? Что ты несешь? Связь боли, чтобы... Да, еще кидаешь связь боли. Поджигаешь его, и он начинает тикать, и все вокруг начинают тикать. Короче, связь боли и воспламенение души. Найс! Ух! Я повелитель огня. Нужно средоточение больше. Это у меня максимум... О, 27 максимум, кстати. Было 25, сейчас. Или это после... Давайте, ищем схрон здесь. О, столько трупов. Атомничка. Коралл. Арбалет. Самострел. 26-38. Ничего себе! Кто там у нас? Я хотел, чтобы пострелял. Ну, ты, в общем-то, стреляешь. Давайте посмотрим, что за... Самострел такой, хороший. 21-31. 21-26-38. Не, ну тебе я вообще ничего не хочу давать. Ты нубас и упырь. Палочка тоже особо... Не, давай тебе арбалетик. Точность не меняется, урон сильно меняется. Хотя у мага довольно много. Нет, выгоднее, конечно, дать чуваку, который редко кастует. То есть, вот этому упырю. К сожалению. К сожалению, это так. Потому что маг, как правило, занят... Да. Увы. Пещерный коралл. Еще немножко лута. Осматриваемся. Может, все-таки будет какой-то схрон. Кости покрыты одеялом из мха и плестени. Они пахнут влажной землей. Тут точно все, да, взяли? Точно все взяли. Ох, я повелитель огня. Связь боли. Восполнение души. Проверим. Связь боли на союзника вешается, распиляет полученный им урон. What? Чушь. Ну, в смысле, хуже, чем я думал. Да я понимаю, что на танка, но там... Я же больше урона вношу. Да, косяк. Выдал желаемое за действительное, и все. Ладно, проверим. Дам, довешать его на танка. О. Страница из путешествий Фалувана. Я встретил любезную дирвудскую женщину в позолоченной долине. Она оказалась бесценным гидом во время моего пребывания в этой жалкой деревушке и согласилась провести меня... Провести меня... Часть пути до компаса Анслойта. Мы расстались в диких землях, известных как Маграна в Распуте. Но я дал ей свой амулет, чтобы она вспоминала обо мне с благодарностью. Возможно, я все же когда-нибудь вернусь в эти земли. Мне там посылали к северо-востоку, кажется. Стоп. Ребята, ну вы чего, ну? Ксури, 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 Ксурипович. К сожалению, я пока... Во, 43, вот сейчас могу. То есть, как, наверное, поступать? Начинаем с паралича, потом делаем выстрел, после этого огонь фигарим. По самой плотной цели. Скорее всего, как-то так. О, хорошего качества самострел. Увлечение критического урона. Письмо Фуллвана. Как же мое великое путешествие завело меня в такое место. Жители Дирвуда называют этот жалкий залив достопримечательностью, но меня тут преследовали только неудачи. Я хотел исследовать пещеру Увод. Она оказалась заселена спорлингами. Пошел посмотреть хваленый компас и потерял час своих писем, спотыкнувшись об корягу. И, наконец, решил исследовать черепа дракона поблизости. На меня напали какие-то глупые маленькие ксурипы. Вернувшись в позолоченную долину... А, вернусь в позолоченную долину, как только переведу дыхание. По крайней мере, ксурипы за мной не пог... И погнались, видимо. Так, давайте я все равно возьму тогда... Тогда магу заменю арбалет. Ну, хорошее качество, точность, урон. Устойка даже больше кастов, чем... Кажется, певчий жаждет общения. Я не хочу с певчим учаться. Нам с ним... Гуль! Ничего себе. И здесь гули есть. Вот это да. 67. 67 урон. Боберт хорош. Плоть носителя. Так, давайте я для начала... Даже не знаю, как лучше сделать. Проверим, наверное. Еще гуль. А это кто такой? Тоже гуль. Паралич, хорошо. Бьем. Вашечка пошла. Сбиваем с ног. Тут уже можно поджигать. Сейчас проверю. Ой, там много народу. Так, тут лучше аккуратненько. Лучше аккуратненько. Да танк вот сейчас будет не по себе. Ну, конечно, одного минус нол. Давай, бобер, покажи, что можешь. Двадцать семь. И тикать будет, соответственно. Может, у них там... На них испуг действует нормальным. Испуг действует. Ну и ладненько. Я не знаю, пробей кого-нибудь. Чтоб спотыкнулись они. Вот. Ты поэтому стреляй. Что защита пониже будет. Можно попробовать... Да нечего тут пробовать. Просто стреляет уже по... Поэтому... Оп. Сбивание с ног. Это, видимо, каст прошел с... Отстойка. С миной, да? Да, возможно, стоит постепенно восстанавливать выносливость. Хотя, наверное, привал уже лучше делать. Бобер, заряжай. Ну, давай. Попал? Попал. Парализуй вот этого бобра. Лучше переключиться, добить вот этого упыря. И можно попробовать пройтись... Вот так вот трупы взорвать. Там есть один труп. Слабо. Парализовали. Этого убили. Этого сейчас добьем. Бах, 65. Обязательно ружьишко нужно второй кому-то. Пусть редко стреляют, но зато очень мощно. Ну и метко, если... Если парализован враг. А, сбивание с ног самострел делать? Да ладно. Любой? А, критические попадания могут сбить с ног. Угу. Неплохо. Ну, ладно. О, восстановление завершено. У нас в... Можно вернуться домой. Деньги вроде... Ну, если продадим, хватит там на новое строительство. Встряска берем туда. Блин, не хватает места. Все загружены. Вижу гуляю. Вижу гуляю дальше. Встреча. 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 Деньги. 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 Встреча. если бы я не подошел танкам так близко выхожу из боя в общем просто не хочу суваться зачем если они так застряли какой в этом смысл так стойк стреляет хорошо бобер сейчас тоже по проличью стреляет магом можно кстати зарядить вот так только отодвинемся еще немножко тут при смерти урон 61 от бобра вообще все все шикарно шикарно легкая легкая обновляя паралич наверное наверное да сдуваем 1 этого пробуем опрокинуть опрокидываем ок парализуем тот застревает и здесь же просто здесь а как подожди на те же паралич опять вот эта вот хрень пошла смотрите действует паралич 4 секунды он лапой машет причем у него защита как бы по нулям то есть как будто действительно он парализован но непонятно так сбить с ног не удалось попасть тоже не удалось как это объяснить у кого-то есть объяснение уважаемые эксперты я вот не пойму трупы два трупа взорва взорвались и каждый из них там 16 32 урон нанесли набили игульки слабые новый уровень кто получил ой вот это никчемный товарищ певчик получил новый уровень ладно что тебе давай скрытность хотите скрытность вообще не нужно по механиками этом маг давай тебе выживание и атлетику чтобы второе дыхание было так фразы новые появились аурона врагов испуг аурону друзей защита от атак от атак защита от ужаса установить ловушку скорость перезарядки скорость стрельбы 20 процентов пять человек в четыре человека стреляют беру или точность против противников выходящих из боя нет ерунда умелая айла быстро тянет тетиву вот так звучит фраза новая умелая айла надо записать эту фразу умелая айла 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 ла 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 причем кстати я вот не знаю он стакается до 40 процентов или нет то есть куплет и друг дружку перекрывают на некоторое время и если он не стакается то может имеет смысл чередовать куплеты для того чтобы разные эффекты были но если они стакаются то можно один и тот же распев мучить и все ты замиксусь мелодии а так и надо сначала проверить она стакается или не стакается очень дело у меня от уверенности нет что она булыжник в центре кольца из острых камней отбрасывает песок на на песок длинные тени тут еще одна страница из путешествий фулювана фулу вану путешествие на запад путешествуя на запад по золоченной долине я встретил другого путешественника извините весьма значительного ума и мы начали приятный разговор оказалось что у бедняги была самая ужасная пара ботинок которые я видел я дал ему один из моих запасных наборов чтобы он больше ценил мастерство вайлианцев пусть они послужат ему хорошо ибо он сказал что намеревался пересечь дикие земли известные как черный лук не думаю что это приятное место часть куда еще ботиночки в общем где-то еще говорят есть какой прекрасный вид хотелось бы больше бывать в море не стакается но эффект идет дольше чем напев поэтому имеет смысл чередовать я хотел я так хотел сам проверить это но видимо уже не судьба так что мне нужно реакция лесом стойкость наверное стойкость все-таки по универсальне будет да стойкость же это у нас вот она стойкость не это отклонение стойкость это сопротивление атакам на внутренние системы персонажей яд болезни нажми на иконку замка говорили что можно менеджерить так вот здесь это конка замка так в кайт ну а все спокойно все спокойно в багдаде но к сожалению у меня денег нет просто понимаете я вообще с удовольствием заменеджерил бы его полностью начал бы что-нибудь строить но к сожалению бабла то нет тут как хотя бы нужно там 900 600 800 есть шмотки ну как не ладно давайте попробуем действительно подчередовать выносливость раз три секунды ладно давай вот так чередовать и а где появляется вот а как удалить как нам так удаляется понял хорошо значит раз-два и наоборот раз-два раз-два и он повторяет и повторяет повторяет на окей ладно не исследовано осталось нам найти нужно логово ксу рипов может быть кстати это оно и есть потому что что-то их тут дофига суре боец ксу рип ксу рипович да их тут реально много ой много и жрец а у меня танк не кокущий давайте связь боли наверное на танка дальше на танка обязательно какой-нибудь хрень чтобы он лечился подойти и выносливость вот так вот освещенной землей восстанавливать о здесь можно раны сделать тут нужна прямо у ешечка очень нужна у ешечка желательно огненная сразу же вот так вот стойка побежал бобер кастует работаем сбивай пока можешь есть такого связь боли есть двадцать шесть и семь секунд главное чтоб танк сейчас держался просто держался а где заклинание то я же тут а параличный две секунды понял все вопросы больше не имею паралич это не очень хорошо тут трупы хорошо должны взрываться как меня отпустит так начнем такая прям тут у них блин я так проблема в том что устойка нет нифига уже заклинаний бобру вроде как нужно может жреца тогда не надо добить того кого защиты мало вот например тот кто лежит что средоточение нужно вообще хреново что марк у нас парализован он по единички получает это видимо урон который распределяется при ударе по по нашему танку так добили вроде одного мелкого защита конечно конская надо выбирать самых слабо защищенных так паралич закончился но у мага проблема серьезнейшим возможно стоит сначала вливание жизненной силы на себя потому что там трындец у него соседей тут пробуем сбить бобер все еще не попал сбил хорошо бобер стреляя поэтому получилось вроде скастовать дальше наверно уешка напрашивается вот такая по крайней мере и можно наверное уже взрывать трупы хотя трупов там не так ты им много ну парочка только есть давайте дождемся когда вот этот тупырь умрет а он умрет даст достаточно быстро учитывая то что он валяется и к нему работают трое так стойка ладно стой сбит тяжело ранен бобер добьет может пока попробуется тогда бобром зарядить а у я куда-нибудь наверх хочется чем-то подороже понимаете можно жреца кстати огоньком пустикает правильно а не надо было сначала до добить не не добить он только что же выстрелил я такой нубаса так бобра будут месить сейчас этого убьем мак наверху пытается но он парализован к сожалению хорошо что я на него кинул выносливость то музыкант не поменял мелодию так есть ухты так бобер вроде стреляет это вот до сих пор блин не убили до сих пор так пошло тикать по 26 у кого там защиты беда кого-то из верхних он 38 например сюда магом надо что-то делать но что и магом сделаю если он парализован могу надеяться что отпустит рано или поздно надо было холодный туман сразу пилить или все-таки трупы взрывать на какие трупы там два трупа господи там нет трупов достаточном количестве да и не будет особо может скелетов тогда или оттолкнешь их хотя бы да давайте попробуем ой как неудачно то получилось вот так наверное о маг пришел в себя это очень хорошо что я могу еще сделать давай холодный туман да на себя но что ж поделать этот воспламеняться еще будет 12 секунд скорее всего он даже умрет при смерти ок тяжелое этого надо добивать наверное отталкиваем наносим не так много как хотелось бы уроном этот при смерти уже то есть ключевой сейчас подсейвить наверное наверное нашего мага который опять парализован ох хорош 37 бобер отстреливает давай-ка этого тоже парализуем тогда этот оглушен этот оглушен так стойка давай ка ты поэтому лучше работой шаман кстати умер хороший урон получается от вас ну 167 урона за там сколько 10 или 15 секунд то есть в секунду там 27 получается нет почему 27 тикала почему тикала 27 и в первый раз и во второй раз что странно это не сходится что-то у нас 163 15 секунд как бы с небольшим десяточка должна тикать а тикала сразу 26 27 может пинги срабатывают не каждую секунду то есть показываете число не каждую секунду там получается раз в две так этот при смерти вот этот маленький там донат пришел да ладно ребята донат ё-моё пропустил пропустил сейчас зачитаю секундочку да это косяк я просто закрыл страницу с этим хоста перевел 100 рубликов и сообщает привет родной ГЛХФ ну и по традиции да картошки твои привет эй привет привет да паралич срабатывает все нормально сейчас разок выстрелим так так не торопись еще разок вот так вот делаем и этот умер бобра как-то надо поддержать я думаю как там парализован эдер 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 да ладно горит хвост эдер 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 в любого из этих там еще тики идут из-за из-за того что я в тумане стою эдер 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 так они парализацию кидают клау так выстрел на 40 проходит тут паралич точно получается мы справимся одним бобром с нижним товарищем поэтому переключаюсь на верхних паралич хотя может и не справлюсь он должен сейчас можно трупы кстати взорвать трупов много ох 23 4 16 и сколько там еще один падает ребят мы стреляем стреляем можно попробовать еще копье в него он при смерти правда да не все равно я после этого буду на привал пойду бобер успел выстрелить прошу тебя есть успел до 52 там секунды в секунду я уж боялся что щас по защите просядем и всем добиваем этого товарищем паралич не срабатывает кстати да только бобра еще не хватало мне тут потерять новая запись в дневнике мольбы матери а это мы выполнили квест убив надо вернуться сейчас сюда в лагерь ранги и получить помощь получается да помощь 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 много лута боевой посох ксури по всякая ерунда еще язык лунный камень вот это по продавать будет очень приятно так стоит ли делать привал наверное стоит такой условный чтобы просто если будет битва о аллот вы только замечать начинаете потягиваться и стараться облегчить боли возникшие в теле когда вы чувствуете за плечом аллота он быстро отворачивается когда вы замечаете сжавшего руки и дрожащий дрожащие кулаки извини повелитель огня не хотел застать тебя врасплох я просто ну мне показалось ты мне показался озабоченным вот что это ты мне кажется что я не понял начинаете подтягиваться старается когда чувствуете за плечом мне кажется переводчики накосячили потому что он смущенно смеется старые безумные хранители ульта ходят за ними разве можно не беспокоиться наверное я просто не заметил что ты ведешь себя немного необычно последнее время тщательно встряхивает каждую каплю пота с пальцев ты говоришь с теми кого здесь эльф сэр да 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 не скорее все перевод говоришь с теми кого здесь нет вспоминаешь момент с предыдущей жизни просто хотел проверить все ли у тебя нормально он разглядывает землю я тоже не знаю как это понимать тогда я хорошей компании вооо мне нужно дать себе отдохнуть да уж пожалуйста дать море насыщенный день вот nice and quiet угли засыпаны раковины и панцирями крабов и ну эльф настораживает какой-то прям свиток молитвы против страха вижу там слева еще что то есть осматриваемся побежали сдавать квест возможно надо будет сейчас вернуться еще сдать квест матери которая там не хочет чтобы а потом кредрику пойдем ну что избавил от меня меня от вопли этих тварей чирик чирик нет она я не тебя имел ввиду они все мертвы так зелье регенерации восстановление выносливости три зелья нам дали хорошо я устал от от их нелепых попыток удивить нас вот она передает вам три пузырька благодарность за твои хлопоты а теперь я выполню свою часть сделки я начну готовить снадобья но мне нужен еще один ингредиент спора от существ обитающих вон в той пещере изи она указывает на северную часть лагуны они они зовут и спорлингами полезный материал но для снадобья мне понадобится лишь одна спора поэтому все прочее можешь забрать себе вот они вижу отлично давай сюда одну брошу ее в котел займет немного времени лэвла покажется далее снадобья готова отнеси его офре пусть пьет его по вечерам потому что от него клонит в сон а по утрам она будет чувствовать себя гораздо лучше скажи чтобы ела побольше рыбы и сыра из-за снадобья у нее проснется аппетит она придаст ей сил насколько я помню она довольно хрупкая девочка отнесу с мгновения ранга смотрит вам глаза ты же конечно в курсе что вылечиться от наследия невозможно я могу исцелить тело но не душу особенно если это проклятие богов скрещивает руки я пыталась объяснить это всем но народ верит в то что хочет пусть она верит вдруг это поможет вера сильная штука скоро почувствует себя лучше если ее дитя не прижиму наследием она родится здоровым это я могу обещать но ясно обычная шарлатанка ты чушь я уже не первый год помогаю женщинам рожать но я не волшебница если хочешь как-то помочь оффер разберись с лордом редриком женщины боятся изгнания вот почему идут ко мне 465 опыта я сделала что смогла какая обещала передай оффере мои наилучшие пожелания понятно у нас 3 level up и начнем мы с танка фух во-первых атлетика на шестерочку да во вторых наверное выживание кто кто он должен оставляем часть способности бойца энергичная защита один раз за бой все эффекты все защиты на 20 на 15 секунд это же есть конечно ладно допустим не это допустим специальное оружие урон от там определенных типов фигня жезла кинжал лесом идут топорики копья специальное оружие тоже уверенная техника легкие попадания обычные чушь точность чушь стойка стражи защита союзников на отклонение увеличивает стойка стражи меньше с другая стойка насколько я понимаю стойка защита чтобы больше притягивать и надо брать энергичные защиты и все а в драку боец делать стремительный выпад вытягивая врага на расстояние ближнего боя на себя дробящий урон вызывая шламление урон наносит шламление на 12 секунд пять метров притягивает два раза за бой тоже неплохая штука я буду отталкиваться того что этот танк мой самый главный он должен жить он должен контролировать людей собирать вокруг себя и пусть будет энергичная защита следующим у нас идет эльф здесь сложнее значительно во первых я хочу ему механику подтянуть единичку скрытности накинул и заклинание третьего уровня в количестве двух штук надо выбрать подавлением магии создают вокруг выбранной точки обнуляющие поле противодействующей магической энергии подавляющие все благоприятные эффекты врагов в области действия такой диспел дам радиус небольшой 4 метра полезные воздействия приостановлены на 20 секунд тяжелая задержка движений изменяет восприятие времени для врагов области действий скорости подвижность а это а у е еще меньше радиус два с половиной метра скорость атаки 30 процентов скорость перемещения на 2 единички на 19 секунд неплохо но радиус меня смущает осушающие прикосновения рука заклинатель превращается в тактичный токсичного паразита нанося разъедающий урон врагу ослабляя предотвращая его жизненный ага и а превращая часть его живительный выносливость заклинатель а мне особо не нужно выносливость заклинатель а потому что все у нас идет по ну в танк объезжает скорящий разряд заклинатель становится живым генератором мощного разряда электричества которое выстреливает по прямой отражается от стен нанося урон всем кто попадает урон урон от электричества неплохой отскакивает до трех раз при отскоке теряется половина урона пагубное ускорение пользу своей жизненной силой для учения скорость подвижности истощая выносливость скорость атаки 50 процентов на 40 выносливость минус 15 такого боевого мага можно сделать баф на скорость сумасшедший выявление уязвимостей делает уязвимо противников видимых а делает уязвимостей противников видимыми для всех снижает вы и чет урона и отклонение и концентрацию вы чет урона 5 отклонение 10 концентрация 10 полминуты радиус небольшой пока что мне особо ничего не впечатляет то есть малые блайты колокота создают в руке заклинатель а шар энергии который можно бросить противника нанеся огненный ледяной разъедающий или электрический урон всем в области действия они постоянно обновляются пока не закончат действие заклинание неплохо 78 секунд я посмотрел как она работает вообще то есть ты можешь выбирать какой тип урона нанести они постепенно обновляются и заклинание действует довольно долго возьму пожалуй его для начала смещен ну просто это универсальная штука то есть очень часто бывает что часть пацанов уязвимы к определенному типу особенно уязвимы или наоборот сильно сопротивляются какой-то тому же самому огню брать фаерболт ну да но не всегда он будет работать тут можно попробовать смещенный образ ленграта создает иллюзию присутствия заклинателя в другой точке повышая отклонение реакцию на время действия заклинаний но тоже особо не актуально потому что пока заклинателям ничего не угрожает тем кто стоит за танком дай бог здоровья танку все хорошо отклонение реакция 50 процентов обычных супер просто дебаф супер на целую минуту надо запомнить его но пока не буду брать сковывающие стрелы минолеты призывает три стрелы это видимо обновленная версия усиленная версия малых стрел три стрелы которые попав цель отскакивают еще в две дополнительные цели каждая каждая то есть еще четыре цели до переход на цели для врагов x2 16 24 колющий урон они не то пагубный взрыв извергает перед вперед пагубное облако тошнотворного газа вызывающего недомогание на себя небольшой разъедающий урон радиус так себя неплохой урон это ауе 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 урон ой смысле ауе слабенький отталкивающее лицо последнее заклинание на этом уровне лицо заклинатель превращается в кошмарную маску гниющие кишащие насекомыми плоти или что нибудь еще невразимо ужасно из чего оказавшиеся рядом враги испытывают ужас и недомогание блин что-то мне вообще не нравится на самом деле можно пагубное ускорение взять почему потому что у него есть арбалет и чего ну кастуешь и вперед но это ж ты на заклинание это все-таки мало на третьем левеле ты сможешь применять это всего на один бой на целый бой 40 секунд можно кстати из него попробовать сделать но он же часто кастует он слишком часто кастует чтобы ему еще эти бафы давать можно взять диспал как нечто такое универсальное можно взять искрящийся разряд потому что урон неплохой но я не хочу элементальный урон брать потому что я уже закрываю элементальный урон малыми блайтами собственно надо либо дефенс брать на всякий случай типа смещенный образ стрелы без выдающегося урона причем он колющий ладно давайте погубное ускорение проверим его хотя бы хотя бы проверим что из этого получится так и свой устойка левелап вот это вот это круто скрытность единичку сделаю атлетику наверное троечку даже четверочку потому что как бы он 2 говорят танк после об сюда у него новые способности классовые сразу сами открываются круг защиты все защиты плюс 15 на 12 секунд у него просто открыли заклинание третьего левела в количестве 8 штук господи какая халява этот стойк вообще у магов эти гримуары там заклинание ты выбираешь два заклинания на 3 левел думаешь какое там туда-сюда это вроде не очень не очень не очень но это может пойдет а тут хопа раз тебя ставят перед фактом священник знает следующее заклинание все защиты на пятна первая же способность все защиты на 15 мы танку взяли защиту на себя на 20 и это круто а тут как бы ауешечка всем защиту на 15 подавленность в бою точность ближнем бою на врагов минус 15 критических попаданий становится обычными на 40 секунд хороший добавь мрачное благословение 20 процентов обычных попаданий становится критическими столб веры дробящий урон сбивание с ног а о е ну то есть урон по одному а у е сбивание с ног молитва против скованность невосприимчивость кроме хроматиза стревания 25 секунд среднего становления выносливости уже по 30 а у ешечка печать караул электрический урон длительность 600 секунд вот с магическую печать которая взрывается электрический энергия когда враг входит снег а это ловушку ставит он другого типа бдительное присутствие выносливость при выносливости ниже 20 процентов благословляет какая халява благословляет союзников с помощью а сколько действует а или просто вешает бессрочно благословляет союзников с помощью сострадающей души высвобождая постепенно исцеляющие действия когда их и выносливость не исходит то есть а у ешечка кидается когда выносливость у танка там падает ниже 20 восстанавливается выносливость с ракет короче используем первое круг защиты последние сто процентов и наверное в среднем восстановление тоже хорошо зайдет прям ходовое все чтобы количество заклинаний увеличилось она кажется увеличилась на единичку здесь было 3 из было 4 да так ну хорошо значит по глобальной карте я могу вернуться в позолоченную сдать квест могу попробовать учитывая то что у меня есть еще привал ли это выход а это выход на север эти позолоченную вернемся надо сбагрить шмотки чтобы получить бабло чтобы построить у себя что-нибудь в заклы в гримуар вроде автоматически не добавить проверим так куда мне нужно ингрид кажется сюда да заданием 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 альбом офра 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 о про а слева вон я понял ладно я в кузницу все равно зайду сначала ну потому что да может кстати хватит ингредиентов чтобы еще дробовичок наш улучшить он лучше всего работает так скидываем что скидываем все не магическое не только не лом только не лом куда я скину надеюсь шабло надеюсь я его не продал через шифт его кажется отправил так нет 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 это тоже лесом лесом мечи вроде тоже у нас о магически тоже начинают продаваться за хорошие деньги ребят весьма хорошее боевые лук хорошего качества может кому-то и да здесь тоже ерунду продаем за сущие копейки косарик дам косарик косарик так сейчас можно сразу попробовать что-нибудь полезное построить восточный барбикан преграждает выполнена требования цитадель цитадель недостаточно денег по мере улучшения сады ли будет ремонтирован большой зал в нем вы и ваши спутники могут принимать посетителей доступны приключения приключения двор различные хозяйства необходимы для мне говорили что они приносят ресурсы регулярно вот эти вот постройки и видимо вот плюс четыре это как раз оно и есть до потому что первое это типа влияние каким-то макаром мне крепость еще должна при приносить денег на цитадель говорит имха вот там приключение это надо отдельное здание для ресурс библиотека что посмотрим лаборатория а влияние и есть деньги влияние и есть деньги ясно ну тогда нужно еще по продавать магические предметы с короной престиж твоей крепости этого зависит вроде налоги гости всякое такое в замок безопасно вероятность многие сопроты на крепость нападут понятно приблизительно понятно так двуручный меч хорошего качества лук тоже продам да надо все продавать все все что только можно нет мне ничего особо лук жалко да ладно прорвемся тут тюрю тюрю цитадель еще 700 остается может быть удастся какой-нибудь можно эффективность повысить точность про если понятно эффективность против кого-то типа точность плюс если противник еще урон если противник духи но это уже узкая такая специализация блин ну кроме кроме это уже никак и не зачаровать ведь и на качество один из одного вторичный один из одного эффективность увы увы не буду а качество можно грейдить вар из женщин каждой флагера только один great может быть ну я по это понял отличные качества хорошие и так далее что вы меня пудрите Можно переапгрейдживать вниз как бы Базовое качество можно повысить А, я понял То есть, если бы были ингредиенты, я бы смог все-таки дальше продолжать Я понял Да, базовые, конечно, они универсальны Согласен Окей, видимо, не время еще Да, могли бы сделать, ясно Так, сдаем квест Идем к Редрику Квест, квест, квест Хорошее качество можно апнуть в отличном, потом превосходный и так далее Да, грибов не хватает, очень сильно не хватает грибов Прям расстройство одно Офра, я достал снадобье, вот оно Ты сделала это, да благословят тебя боги Что бы я без тебя делала? Теперь мое дитя будет в безопасности Офра радостно улыбается Не знаю, как тебя благодарить Можно, типа, промолчать, типа, соврать Подожди, я должен рассказать тебе об этом Или стойко кивнуть Блин, так не хочется, мать, расстраивать Ну, тут, смотрите Не хочется убирать, забирать у нее веру Да? В то, что все Ребенок может не пустым получиться Она все равно ничего уже не изменит Зачем ее расстраивать? Просто кивнем Возьми вот это И можешь забрать, что осталось 10 монеточек 940 опыта Еще раз спасибо Прямо это перед сном Надеюсь, мне наконец-то удастся спокойно уснуть Положительное отношение Мольбы матери Задание выполнено Мягким ты стал Где убийство детей, где работорговля Ну, тут пока все чинно-мирно Все хорошо Поводов не давали Тут нельзя Как нельзя? Можно? Кота воруй, говорят Кота воруй Опачки Так Крепость Редрика Поехали Просто на торгу Ингредиенты Да? Они дешевые, что ли? Ну, там, кстати У меня и денег-то нет Для апгрейда Там апгрейд Опа А как я Я в крепость Редрика Вообще не ходил? Опасно Я не купил себе Один привал, блин Впечатляющий Цитадельно Сомневаюсь, что Он будет рад внутри Вот-вот Признаюсь, я надеялся Что наша встреча С Мервальдом Пройдет немного по-другому С другой стороны Ты получил целую крепость Я не могу припомнить Чтобы кто-то Наследовал Землю Так быстро С тех пор, как Каин Младшая Прочитала Завещание своего отца Жаль, что мне не удалось До него достучаться Он давно уже был мертв Но не переживай Мы можем понемногу Научиться у прошлого Я уверен Многие ответы Мы найдем в букте Непокорности За гуфом Говорят, ты бежал Сейчас посмотрим По меньшей мере У тебя будет база Из которой Ты сможешь выходить На поиски Кроме того Под большим залом Все еще спрятаны Нераскрытые тайны Он нетерпеливо улыбается Раз крепостью управляешь ты Будет проще Исследовать бесконечные пути Бесконечные пути Это вот Те крепости Которые в челленджах В кикстартере Кажется добавляли Клетлан Стражник сердито Смотрит на вас Тебе нечего здесь делать Лорд Редрик Запретил пропускать Кого бы то ни было Криво усмехается Так что мне все равно Кто ты купец Или скомарок Проваливай Мне надо увидеть Редрика Отойти Стражник фыркает У тебя проблемы со слухом Он вытягивает меч Последний раз говорю Проваливай Стражник внутри Далеко не так вежливо Атаковать Глазы Стражника расширяются Он становится На изготовку Тревога Поднять щиты Чужак у ворот Изейшая Давайте посмотрим На что они способны Я побежал Сразу же назад Говорят тут Меня ждет Гув Защиты то не завезли Пацаны вам Да Ой Не завезли защиты На На землю Скотина Параличный 12 секунд Работаем Мне говорили Только не смей сюда Идти Это видимо Ну видимо Гув Здесь меня ждет Плевал я На ваше мнение Пришел Ой, а ваншот Какой ваншот прошел Вы видели? Айда бобер Айда Псс, смотрите какой молодец Куда ты лежать, скотина На-на Сейчас паралич еще пройдет Нудвин Изейше Просто кто это? Кто такой Редрик? Я буду главным в этих землях Посмотрим Над неподвижной водой Стоит тяжелый запах Впятером на двоих Так у меня впереди еще целая крепость Они же сами ступили Взяли, побежали на меня Опачки Колокольная башня Возвышается над стенами крепости Прямо перед вами Ее камни сверху Донизу заросли плющом Лозы достигают Почти самого верха стены Завиваясь Молодыми побегами у парапета Осмотреть стену Разросшийся плющ Кажется надежным Но выдержит ли он ваш вес Не ясно Вы замечаете Обвалившуюся секцию парапета Высоко наверху Это может помочь Подпрыгнуть и ухватиться за плющ Вы разгоняетесь вдоль края Крепостного рва И прыгаете вверх Пытаясь схватиться за побеги Потолочь Ваши руки скользят Сверху раздается оглушительный треск Но плющ держится Башня возвышается Прямо перед вами Возобраться по стене Подъем По стене долг И утомителен А лот и кана Начинают отставать Но вы достигаете Края стены Подтягиваетесь на руках И переваливаетесь через него Атлетика, детка Атлетика, три Бобер-атлет Да езжешь Атлет вам Как я вообще Вообще по стелсу пошел Вы видели как? Просто Крепость взята Бобром Ну почти взята Я только забрался наверх Лучники К бою Работаем Нас били Два Парализовали Ладно На, еще разок Ну что мне с тобой сделать? Дай вот так тебе Девочка На, на Бах Тридцать четыре Берем крепость штурма Михаил, кого ты обманываешь? Твой стелс опять закончился Полным геноцидом Дружителей Они плохие, поверь Это же Редрик Это же Редрик И его подопечные Они же людей вешают На этом На деревьях Я вот жалею Что не взял Блин Привал У меня только один Привал Ой Тут лута сколько Вы посмотрите Ребята Ищем ловушки Собираем В доспехе Новая запись в дневнике Лорд Пустошей Дневник Задание Лорд Пустошей Сразиться с Лордом Редриком Все Все, ребята Сейчас игру пройдем Мне говорили Не иди, не иди Сейчас унижение будет За гуфом пошел Просто И сейчас Реальная игра будет пройдена Все, на пятом левеле Закончим игру Боевой посох Хорошего Вообще Прет Я видел спуск Выниз Ну пока Осмотрюсь Ааа Тяжелый доспех Вычат урона 12 Одеваю Там Ааа Ну хотя Тут вычат урона Вообще 7 Вычат урона Для танка Наверное Это топчик А скорость Восстановления Это у нас Что? Дробящий колючий Скорость Восстановления Это Хитрикавери Какой-нибудь Или Восстановление Выносливости Я могу Кстати Передать Тому же Самому Стойку Хотя Телосложение Тут Плюс Бери танку Ну да Вычат урона Топовый О Это Френдли Ребята Акалит Ой Не френдли Так Акалит Акалит Верховный Жрец Сразу Парализация На жреца Тут Так Тут Так Тут Так Работаем Так Застревание Паралич Стрельба Застревание Ок Это Минус Это Плюс Изейшая Бах 68 Господи Как я жгу Как я Вы видели Просто Это Это какое-то унижение Это просто унижение Какое-то Тяжелое ранение Что это такое Давай еще разок Неваю На Сбивай снова Паралич Пожалуйста Еще разок Оп Паралич Извиняем Изейшая Темнейшая Много денег Много лута Собираем еще Волшебные палочки Периодически записываемся Народы тут конечно Просто жутки Так 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 Бах Бах Легкий способ Заработать деньги Так Жрица Акалит Так 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 Этот Вообще Уже Они так быстро Умирают Что я не успеваю Просто не успеваю Хотя вот заклинание Тут хорошее От жрица Сейчас пойдет Не Надо здесь Поаккуратнее Потому что Их осталось Их тут много На самом деле Их довольно таки много Так Ты так Ты подходи Так Они все с огнем Они все с огнем Вообще Надо было отойти Вон Что здесь творят Видите с огнем Да Это Ну Я помню этот каст Он Он Джузенький Скорее всего Я умру Просто Сразу же Я вот единственное Не пойму Каким макаром Почему я не Где там Кастование Это от бобра Так Спрятали Вроде Получилось Хорошо Застревание Паралич Окей А Паралич Сработал И перебил Ну все Тогда Так Ты лежишь У нас Просто Я выхожу Из Сбей его А У меня У меня Непонятно Что Что на меня Действует Я не слежу Сейчас Почему-то За За тем Что происходит И это Косяк Нужна ли Выносливость Нет Особо Нет Ничего Не делай Ничего Не делай Просто Выведи Этого Упыряющего Из строя И Постреляем С этим Мы справимся Ну Желательно Его Скинуть Конечно Так 80 урона Сейчас Бобра Залетело 80 Карл Урона 80 Критулечка Такая Я вот не пойму Как мне выйти Из О О О О О О Слышишь Полегче Так давайте Скелета Вызовем А то здесь У нас Какой-то Странный Товарищ Пришел Машет Скелеты Работают На нем Паралич Я бы еще Один Паралич Навел Вот на Этого Упыря И через шиф Начал В него Стрелять Так Можно Оказывается Так Этот Обездвижен На некоторое Время Скелеты Им Занимаются Но Слабенько Занимаются Скелеты Паралич Обновлен Бобер Стреляет Кстати Надо было Энергетическую Защиту Еще Юзать Почему Из-за Выведения Не могу Да Действовать Тут Никаким Макаром Попадание Было Еще Одно Надо Обновить Снова Паралич Здесь Достается Магу Ну и ладно В общем Ты чуть Отступил Я понимаю Что из боя Выход Но не наказали Все ок Ты поэтому Стреляй Попробуй сбить Как только Вот Все Сбивается Ну наконец-то Наконец-то Вернулся В бой Этот Пришел Этого Отпустил От пралича Он Скастовал Кажется Что-то вроде Благословления Но я Не увидел Что точно Ну короче Здесь Товарищ Занят Здесь Двое Раненых Бобер Молодец Бобер Справляется Со всеми Проблемами Давай так Потому что Это быстро Давай вот Этого Собьем Потому что Можем Хорошо И нужно Паралич На этого Кидать И через Шифт Его Бить Потому что Эти товарищи Уже На ладан Дышат Они Вряд ли Что-то Смогут Надо было Еще Малые Блайты Проверить Было Здесь Давайте Трупы Взорвем Должно Хватить Да 24-27 При смерти При смерти А там Скелеты Но Парализуем На 12 секунд Как раз Освободившегося Стражника Стража Храма Но он Плотный Он реально Плотный Даже после Паралича У него И защита Под Двадцатку И Его Мутузило Там 5 человек Всего лишь Легкое ранение Ну Три скелета И Двое Ранжевиков Тут Выведение Кажется Сработало Но Тридцатка Сняли Обновляю Паралич Так Этот Падает Паралич Обновлен Вот Как бы Мне Этого Проявить Упыря Есть Может Быть Что-то Такое Что Можно Во-первых Печать Поставить Когда Противник Входит В контакт Проверим Снимается Лиминкой Ну Так Чисто Для Себя Похоже Нет 63 Урон Не Взрывается Смотрите Ко А Но Он же Под Выведением Неуязвим Должен Быть Да Да И Фулов Выходит Отсюда Козлина Как быть Сейчас Почему-то 63 По нему Зашло Я Вот Не Понял От Кого А Эта Ловушка Срабатывает Все равно Ловушка На 63 Электрический Урон Странный Эффект От Ловушки Был Когда Он Был Еще Невидимый Не Совсем Ясно Надо Мне Почаще В чат Посматривать Потому Что По Механике Тут Все Все Уже Ничего Непонятно Умер Один Умрет Час И Второй И Спокойно Лутаем Все Это Безобразие Огромное Количество Всякой Ерунды Не магической Правда Но Тем не Менее У Этого Вообще Пластинчатый Доспех Тоже Вычет Урона Двручный Меч Рыцарь К дробящему Урону Уязвим Количе Режище Слабо Дамажит Понятно Заношенное Деяние В шкафу Пахнут Ладаном Открываем Зелье Силы Зелье Выносливости Еще Сколько Силы А Скорость Атаки 25 Максимальная Выносливость Плюс 30 Я Б Зелье Силы Даже Просто Бобру Б Передал Потому Что Скорость Атаки Ему Критичнее Чем Танку Проверяем Комнаты Можно Спуститься На ярус Ниже Но Опять Тут же Комнаты Надо Позаходить Посмотреть Что Да Как Вот Опять Еще Один Жрец Двоих Изи Просто Изи Они даже Не сопротивляются Хотя Этот Пробует По крайней Мере Встал Сейчас Сейчас Бах И Снова Лутаем Так Смотрите Какой Здесь Какой Здесь Перевод Свет Зари Ред Сэ Рас Кэ Моралитэ Часть Первая Милосердие Щедрость Икс Ноль 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 Д Коды Повылазили Переносы Видимо Строки Ну Диалог Да Диалог Есть Такие Смайлоподобные Вещи Неразборчивая Записка Я получил Твой Подарок Не могу Поверить Что кто-то Вообще Записал Такое На Пергаменте Я оставил Кое-что Для тебя В часовне Только Поосторожнее Надо копаться Не в том Черепе В этот Раз Я везде Копаться Буду Книжные Полки Проверим Сначала Наверху О Механика 7 Блин Вот уже Накосячил Я Надо было Эльфу А я не мог Механику Выше Выкачать У меня только Шестерочка Кажется У него Механика Да Пятерка Даже Ё-моё Четыре Базовые Плюс От Волшебника Оп Косяк Что же я Такое Натворил То Что же Я Наделал Наверное Паладина Буду Сначала Брать Потому что Акалиты И жрецы Это так Расходничек Можно попробовать Скастовать Да нет Сокращение Урона Тут опрокинули Одного Этого Этого Мы сейчас Пробуем Парализовать Какой Хороший Урона Еще Пожалуйста Парализовали На 12 секунд Прямо До Непосредственно До Его удара Сейчас Настреливать Будем Тяжело Ранен Стоик Сейчас Сокращение Урона Запилит 44 Урон Дичайший Просто Дичайший Господи Вот я даже Не знаю Тут Тут Все Настолько Прекрасно В плане Урона Упал Жрец Сейчас Будет Еще Один Выстрел По Парализованному Ну Почти Давай Ка Вот Этого Прокину Лучше Отлично 60 60 Карл Уже 55 Сосредоточенности То есть Я мог Бы Его Поджечь На 164 Пусть Он Ну Зачем Обновляю Паралич Этого Добиваем Этот Не выходит Из Парализации Умирает Господи Максимальный Максимальный Уровень Сложности Максимальный Но я пришел Видимо В локацию Которая Мне по уровню Видимо Пробуем Открыть Отмычкой Получается Это сделать Какая-то Подозрительно Пустая Комната Что-то Имбель Скилух Ребята Это Кто Такой Недмар Может он Добрый Привет Недмар Старый Жрец Сидит за Столом В окружении Свитков И книг И проглядывает Их содержимое С помощью Толстого Монокля Вы Подходите Он Поднимает На вас Лизящиеся Глаза Еще Посетители Ты ведь Не из Новых Акалитов И ты Явно Не стражник У него Сухой Скрипучий Голос Значит Ты здесь Незаконно Колш Тебя Послал Я Прав Да Это он Посылает Юнцов На смерть Он Качает Головой Он Явно Не в курсе Что Произошло В соседних Четырех Комнатах Хотел Бы Я Чтобы Мои Проповеди Находили Такой Жи Горячий Отклик В сердцах И вот Ты Здесь Чего Ты Хочешь Вообще То Я просто Хотел Обчистить Это Место На Морщинистом Лице Недмара Появилась Задумчивость Стоят Врагов Редрика Каковы Были Твои Причины Позволь Тебя Предостеречь Редрик Окружил Себя Стражниками После Той Атаки Колша Он Набрал Еще Людей Недмар Качает Головой Не Хочу Чтоб Погиб Еще Кто Нибудь Как Ты Догадался Что Меня Послал Колш С Мгновения Недмар Молча Изучает Вас Мои Глаза Всегда Открытые Может И Подводят Меня Но Мой Разум Нет Колш Уже Собирал Всех Кого Только Смог И Пытался Захватить Власть Последняя Попытка Была Совсем Недавно Как Я Предполагал И Как Ты Можешь Видеть Сам Она Провалилась Колш Не Способен Осознать Некоторые Вещи Так же Как Он Не Понимает Что Держит Редрика Во Власти Если Эдер Вмешивается Хорошо Что Его Предшественник Настолько Плох Что На Его Фоне Выглядеть Молодцом Не Так Уже Сложно Может Встретимся С Редриком Поможешь На Лице Недмара Появляется Скорбное Выражение Не Знаю Чем Я Могу Помочь Я Пытался Предупредить Колша Внезапно Кот Встал Оказывается Он На столе Лежал На роутере Услышал Как Мама И Его Людей Об Опасности Пытался Убедить Их Отказаться От Своих Замыслов Кажется Мои Старания Ни К чему Не Привли Я Слышал Любезничать С парнем Который Хочет Прикончить Тебя И твоих Товарищей Почему Они Не Прислушались К такому Здравому Совету Даже Бедняга Джакко Я Надеялся Что Хотя Бо Ему Удастся Спастись Но Теперь Он В руках Озри Расходный Материал Для Экспериментов Новые Имена Появляются Он Склоняет Голову Опирается На Стол Дрожащими Руками Я Сам Едва Избежал Обвинений Что За Эксперименты Проводит Озри Умнейшая Девушка Разум Который Был Поражен Этим Недугом Анимансий Она Забила Лорду Редрику Голову Богохульствами Ложными Слушать Вот опять Баба Виновата Редрик Дал Озри Право Проводить Любые Эксперименты И теперь Нижние Этажи Крепости Пропахли Гнилью Кто знает Какие Непрекаянные Души Блуждают В той Темноте Анимансеры Поджимает Губы Алот Почему Я не удивлен Что они В этом Замешаны Так Расскажи Мне о Джак Один Из моих Аколитов Когда он был Еще мальчишкой Я нашел Его Побирающегося На улице И взял К себе Надеялся Что он Проникнется Нашей верой Займет Мое место Когда я Стану Слишком Анимансер Равно Некромант Понятно Когда я Стану Слишком Старым Чтобы служить Лорду Редрику В его голосе Слышна Горечь Но он Попал Под влияние Колши Решил Участвовать В его Беспысланном Восстании Я не мог Его удержать Если я спасу Джака Ты поможешь Мне добраться До Редрика Я Я бы мог Помочь Тебе Пробраться В молельню Редрика Оттуда Можно попасть В его Тронный зал Но я не могу Так рисковать Пока Джака В опасности Джанго Освобожденный Нужно его Спасать Если ты Спасешь Его от Озри Обещаю Я сделаю Для тебя Все Я спасу И вернусь А О Есть кое-что Лучше Маскировки Пароль Звучит так Любой Конец Это Начало Скажи Его И страж Оставит Тебя В покое Но боюсь Это касается Только Этого Этажа С наемниками Редрика Пароль Не поможет Блин Может Его Замочить Просто Отдай Мне Ключ Старик Недмар Выпрямляется Хотя Не может Унять Дрочь В руках Будешь Вести Себя Так же Необдуманно Как Этот Колш Угрожать Старому Жрецу Не жди От меня Помощи Пока Не спасешь Это мое Последнее Слово Блин Реально Не дали Мне даже Его сразу Убить Ладно Полутаем Тогда Доспех Легкий Хорошего Качества Вычет Урона Плюс Два Это Мантия Ну Не против Я тут Немножко По Подскажите Пожалуйста Уважаемые Эксперты Что значит Все-таки Скорость Восстановления То есть У тяжелых Доспехов Он Он Как бы Да Время между Атаками и Кастами Ой Скорость Атаки Класс Ну Сейчас Наш главный Герой Будет Пошустрее Насколько Я понимаю Ты вернулся Нашел Кому До свидания Они Не хотят Чтоб Я его Убивал Но Я хочу Проверить А он Изейший Просто Ключ Выбили И так Еще Одна Мантия Хорошего Качества Чувствуете Ломаем Игру Ну Как Это Предусмотрено Что я могу Так Сделать Так У тебя Что за Доспех Вообще Представление Область Действия АОЕ Лучше Оставить Наверное Ты у нас По АОЕ Хорош Давайте Стойку Дам А как же Опыт А что Мне меньше Опыта Дадут Нет Джанго Может быть Мы Освободим В общем То Если Ну Если По пути Будет Экспириенс Не Нужен Не Ну Что вы Начинаете Экспириенс Экспириенс То Говорят Убейте Через А Через Атаку То Экспириенс Нужен Странные Странные Люди Так Тут Народу Тут Прилично Ну Ничего 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 Сбиваем С ног Раз 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 Давай-ка Вот так Вот Дефанс Еще Оп Оп Я не хочу Тратить Лишнего Заклинаний На них На всех Буду Пользоваться Стандартными Темами Так вот Почему-то Я Почему-то Я не прожал Энергетическую Защиту Или она Преисполняется Решим Отражать Все атаки Неясно Неясно Почему Не подействовало Так Может Восстановление Небольшое Восстановление Выносливости Запилим А Как-то Маловато Выходит Огненный Шар А давай Не-не-не-не Нет Давай Прям Вот Чтобы Эпицентр Был Ой Как Тепло То Вот Это Хорошо Было Да При Смерти При Смерти При Смерти А Давай КВшечка Будем добивать Добивать Сейчас просто Раз А шарта Зашел Хорошо Это два Это три А че Не продамеджил Это Вась Избей Фаерболта Тащит Фаерболт Хорош Ну Против Против тех У кого Господи Тут Тут опять Столько Столько Всего Мне навешивают В плане В плане Лута Имеется Ввиду Так Это Даже Не Не Сносит ХП Ладно Дойдем До До Главного Упыря Жалко Мне Акалитов Жалко Просто По-человечески Жалко Обычные Послушники Они Ни в чем Не виноваты Спокойно Ребят Я контролю 67 Боберток Редко Но Выдает Но Очень Метко Защита Минус Два Там И Средоточенность 53 Это Это Просто Халява Друзья Просто Халява Я Даже Не Знаю Как 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 Тут Можно Вообще Мне Что-то Сделать 71 Сосредоточенность Давай Вот Так Оп Подождем Твою Маму Паралич Бах 47 Изей Изей Ши Интересно Сколько Денег Получу За Все Это Дело Наверняка На Продаже Обычных Шмоток И По Мелочевке По 50 По 100 Собирая Бабло Получится Пара Тройка Косарей Блайта Потестить Да Надо Блайта Потестить Ой Паладин Опа Паладинов Еще Не Было Здравствуйте А я Зачем Стража Парализую Ну Это Косяк Вот Сейчас Был Косяк Так Ай 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 Бобра Бобра Зажали Зажали Бобра Блин Так Давай Сразу Мы Будем Выводить Заклинанием Замечательного Выведения Блин Жесть Выведение Пошло Или Не надо Пока Не Давай Попробуем Разрулить Все-таки Ситуацию Ха Как ты Разрулишь Там Василий Ну Как Я так Аккуратненько Пройду И Сбоем Нет Стой Кто Нибудь Кто Нибудь Стоять Блин Аааа Ща Пройдут Ща Пройдут Может Фаербол Сразу В проход ой сейчас туда залетит столько всего ребятушки так стреляя по парализованному фэрбол полетел так давай что-нибудь хорошее например круг защиты все защиты плюс 15 я говорю круг защиты при но у меня одно заклинание давай лучше ты выбери что-нибудь из вот такого вот уровня на что ну например поставление выносливости всем фэрбол где алё вот на фэрбол полетел бах так тут пожалуйста защиту прожимаем бобер а бобер у нас под выведением я попробую конечно но он выводится 20 секунд трындец я без бобра а без бобра вообще не туда и не сюда тут там легкая 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 не нужно что-нибудь ауеш на им это вот вроде ауеш на но хрен из 2 этом про пробью может колонну сверху ударе да вот так вот колонный бах не нормально сейчас еще туда ауешечки от магов залетают удерживаем держим бах сверху колонна опрокидываем там испуги всяческие здесь можно было еще раны запилить но надо было их делать в первую конечно же очередь куполом войду накрывать да надо было конечно так испуг фанатичной при смерти это вообще лежит давай-ка этого прокинем бах добивай этого товарища и сейчас трупы взорвем страж храма ой стойка что же делать с тобой а тут вроде ну можно минку поставить вот такой вот чтобы совсем не проходили они можно этого бы добить без бобра не то опять сбиваем с ног можно уже взрывать трупы а много ли там трупов там 2 наверно 3 ладно давай попробуем ой хорошо все равно хорошо 12 23 17 17 5 нормально хочется туда еще чем зарядить такого ауешного но туман кстати надо было опять про туман я забыл туман хорошо бы зашел и он тикал бы вот туман 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 надо было так бобер через 6 секунд вернется сражаемся он пошел туманчик и тикать будет там 10 секунд или сколько он там не помню сколько дать всего на 4 секунды нет длительность од 20 секунд он там долго будет висеть там при смерти при смерти при смерти тяжелое ранение даже без бобра ведь справляемся с бобром конечно было бы веселее но только сейчас закончилось выведение бобра так как сделать там испуг калит страж паладин паладин самый плотный до сих пор живой ранен но терпит терпит это он молодец конечно это туманка стикает там опять по 16 сейчас бобер попадет кстати можно снова трупы взорвать там трупы же новые появились девятнадцать двадцать пятнадцать восемь три один падает второй падает остается страж который мы сейчас парализуем через секунду парализовали и добиваем изи человек восемь человек восемь и все они полегли уральден еще один паладин стоит тут крафтовый материал сейчас так 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 уверенно я хочу какого-нибудь челленджа как он боссом здесь у нас что осматриваем в коробках палатарем хранятся благовония со сладким муксусным запахом и комната открывается типа проход но я здесь был а это выход спуск вниз на кухню крепости в склеп и подземелье но от склепа скорее всего там как раз опыта эта подруга и ставит но я все равно к ней зайду за челленджем в кайд но а для этого и сделали да смотри тайники так видим во первых вот тут уже вроде как посерьезнее будут товарищи андедами попахивает гули бегают ой ревенант толпень гулей и какой-то новый пупырь так что я там хотел во первых хотел проверить заклинание которое уже не проверю это раз вот эти вот блайты которые надеюсь энергетическую защиту пилим бобром вроде как надо народа очень много может ревенан то за нет просто такой пока просто такой просто такой просто такой можно повесить защиту но что видите главный у меня к сожалению под двоих под подставляется а гулей здесь очень много очень много гулей а попадаю бобром соответственно сразу ставлю наверное какого эти боли или как они называют ну что танк в любом случае будет терпеть терпеть долго и хоть какой-то урон будет возвращаться вот ревенант подходит еще один правда маленький какой-то тут закидываем ауе к сожалению у меня больше надо наверное вот так вот было сделать еще раны поставить первым делом да тут опрокинуть просто чтобы не так много урона получать трупы надо взрывать здесь певчий очень может пригодится так а бобер что сделал бобер скастовал эти оковы бобер парализовывать должен ревента и тех раз да паралич срабатывает великолепно у него воля очень низкая здесь после горящих этих вен последнюю ауешку бесплатную магическую атаку кидаем устойка аура по анденам бьет да не то какая аура из его не понял а вэшка а вот это вот да причем очень хорошо бьет надо ее вязать только после того как да это круто конечно скоро сможем взорвать трупы и трупов много а бобер что-то вообще не попадает то есть урон наносит какой-то а 48 мне показалось что 4 не 48 урона это нормально паралич 11 секунд можно попробовать туда закинуть что-то мне нужно что-то бобру такое ауешное не вот высокого левела ауешное на третьем бы я переучился конечно ладно добей нет давай сразу вот вот так вот там на 5 целей всяко будет лучше вряд ли я на них эффективно действует ревенант падает да неплохо кстати бобер там что в результате получается повелитель огня ментальные лезвия 9 потом 32 потом 29 короче подскакивал он там по разным по разным врагам и да наверное надо периодически юзать эту штуку 49 49 так пара трупы взрывать не считаем видите да еще урон не написал но я вижу как там стаки идут по урону во первых прервали все действия белой черви 6 распромах 5 легкая попадание 6 попаданий Ну а где расписанный урон-то? Так, 15 вижу Все не прописали почему-то Ну там было много всего Очень много Странно, что мне не показали Насколько там все было хорошо Так, это тяжело ранит, легко ранит Гульку парализую Опять же Парализовали, все нормально И убиваем Толпень врагов Танк великолепно справляется В следующий раз обязательно стойком Баф на Вот это благословение наше Которое я с самого начала юзаю Из-за того, что оно выносливость и точность увеличивает Сделаю В тот момент, когда Противники подтянутся Сейчас еще разок трупов дровем Если успею, конечно Ну вот 98 урона он суммарно нанес Там 33, 38, еще что-то там Короче, если трупов много настакивается Это великолепная способность Просто великолепная Ну 98 урона По цели Шикарно же Так, собираем Это на будущее Ингредиентики Ловушка Есть Так, здесь хорошего качества Бригантина Это Еще вычет урона Плюс 2 Так, стопы А у меня же обычная, да? Нет Тоже хорошего качества Вычет урона Ох Оставим Еще ловушка Тут у нас пика Хорошего качества На продажу, скорее всего Ну пики хорошие тем, что Из-за спины можно там Потыкивать Но Мне как-то все больше Принжу Эпитафии Зачемирую бригантинную танку На плюс 1 телосложение Кстати Действительно Танку надо же Надо же Комплекция Телосложение Единичка Можем И не очень дорого Телосложение мне даст И здоровье И выносливость К сожалению Не зафиксировал Сколько Приносит What? Здоровье и выносливость Но почему-то Когда я снимаю Она не меняется Ладно У эдра в инвентаре Лежит Желтый Уникальный доспех Подобранный с трупа Да Нет Это мой старый доспех Эдровский Который был заменен Так Немножко Денег А Телосложение уже есть на шапке Подстало Не Восприятие Телосложение может быть Реакция Отклонение Телосложение на ботинках есть Поэтому все Поэтому все Телосложение убираем Так не меняется А так Ну вот Плюс 30 и плюс 5 Кому нужно Наверное Стойку Да Телосложение Он важный персонаж Кажется Кажется что ты поднимал Сундук У тебя Ой в смысле Доспех у тебя В инвентаре Бавер Не вижу я Магических В инвентаре Этих Я про то что в тайнике В тайнике По доспехам Ничего вроде Так тут Ловушечка Дальше Есть еще Ревенант Нападайте Нападайте Я готов Кто такой Тоже гуль Народу Прям Уйма Все идут на меня Все идут Надо не забыть Подвести Стойка поближе Так Так Дальше Так Посмотрим Как благословение Должно сработать Вообще топово То есть там 50 урона Прям влетать должно Ауе По всем Бах Поджигает Поджигает Просто поджигает Не 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 Урон Огненный А в течении 4 секунд Понятно Они Погорят Они Погорят Носитель 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 Тут попали При смерти Ок Тут давайте Ауешечку Пойдем Вот так Вот работаем Тут Вон По 22 Ой какой урон Конский Господи Топич Просто топич Бах Еще сверху Нака Жалко Устойка нет Еще подобных штук Бобер отстрелялся К сожалению Недосредоточенность Восстанавливать Опять Тут Снова Накидываем Ауешечку Должен Они должны Еще раз Уптикнуть Да Получается Это нет 4 секунды Уже прошло Так Бобер попадает Это очень хорошо Надо стрельнуть По тому Кто Не при смерти Кто Короче По вот этому Например По гульке Вот Подскакивало Вот это То что я хотел При смерти Ранения Надо раньше Юзать Энергетическую Защиту Он как-то их Как-то ее Очень медленно Кастовал Долго Что в Прошлый Так Можно трупы Взорвать Уже Ой Сейчас Такой взрыв Будет Трындец Смотрите Тут Здоровые Абсолютно Ревенанты Смотрим Сколько Я даже Эти стаки Не вижу Там Цифры Какие там 1 2 3 7 1 2 4 2 Тяжелое Ранение Короче Сразу Тяжелое Карл И не пишут На строчку нажми На строчку На какую строчку Распев А О Вот оно Вот оно На последнюю строчку 19 40 70 80 90 115 30 145 160 185 Больше 200 Еще Сверху 40 урон 250 урона Где-то Сейчас летело Сюда 250 урона Я начал по-другому Относиться К пьявчему Уже В такую ситуацию Он просто топич 240 урона Мне кажется Это весьма Неплохо Гдолаги такие Столько трупов Столько мяса И шансов Главное Никаких Очень жаль Их Очень Помним про ловушку Которую сзади Здесь вроде нам Типа по квесту Чтобы ключ получить Который мы другим способом Получили Нужно Избавить какого-то товарища От мучений Михаил Ты когда будешь уровень Поднимать магу И хил Посмотри Последние в клаке Там очень много Крутого Увеличивающего урона К примеру 25 урона От огня У меня раскачен маг С фэрболом Многих убивал Насчет певчих Иногда Играют 24 певчих Лун Да Так Я у нас Да Лут Здесь Немножко денег Я не буду Наверное К ловушке Пока Идти Тут Хорошо было Проверить Но скорее всего Подъем Опа Это что такое Еще куда-то Спуск На дно Или это колодец Какой-то Такое впечатление Что я наружу Выбираюсь Таким образом Нет Ааа Это Это еще один вариант Войти В Пробраться в крепость Через канализации То есть Если есть атлетика Ты по стенам Взбираешься Если Если нет То Ловушка Опаджиш Да Ловушка Опаджиш Давайте попробуем Разминировать Еще Главное Привал Один Есть 50 Опыта Всего лишь Так Забираемся Сюда Проходим Опа Черный Слизняк Похоже Что один он Вообще Совсем один Умрят Быстром Из Пралича Не выйдет Хорошо Конечно Открываем Мехаил Ту часть Пользователь Жалуется Что ГГ упал Бывает Что ж Что ж Поделать Там наверняка Все уже В курсе Проблемы Скелет Ау Мау Ау Мау Можно Да Наверное Нужно Снова Скастовать Вот так Вот Нанести Урона Конское Количество Они не держат Удар Вообще Ну не держат Они удар Не доходят Не Ну ничего Опа Сзади Слизняк Он мне кстати Когда-то Убивал Я в реал тайме Там паралич Кастую Без Каких-либо Пауз Ловушка Не только Опыт Но и 100-200 Медных Пант После продажи Прикольно Вот Этого Не знал Похоже На камеру О Да Вот Джаку Которого Надо было Спасти Готово Бах Ну давай Сбивай его Отлично Убили Убили Открыть Смогу Освободить Смогу Может быть Мне даже Опыта дадут В замок Взломан 125 опыта Раз Лицо Юноши Покрыто Синяками Костлявое Тело Прикрыто Заношенный До дыр Рубах Он смотрит На вас Дрожа И в его Глазах Увидите Тень надежды Не знаю Кто ты Такой Но помоги Прошу Мне Бедного Парня Избивали Мы уже Проникли Сюда Так что Давайте Освободим Его Заодно Он Нервно Смотрит На открытую Дверь Клетки У вас За спиной Не думаю Что смогу Сам Выбраться Я так понимаю Нападение Колши на крепость Закончилось Для тебя Здесь Да Он Отводит Взгляд План Казался Отличным Мы легко Пробрались Внутрь Я ведь Знал Дорогу Но в подземельях Наждал сюрприз Большинство Из нас Джака Поднимая Пожимает Разума в них уже Нет Но их душа Та женщина А не мансерка Редрика Ее зовут Озрия Я слышал Как она разговаривает Иногда О каком-то исцелении Лорд Редрик Часто За ней присылает И она больше Не может Никого исцелить Она только Превращает мужчину И женщину В чудовищ Он содрогается Я видел Как она забирала Других Был уверен Что я следующий Убьем ее сейчас А вот Качает головой Мужчины и женщины Превращены В этих тварей Как это может Избавиться Как это поможет Избавиться От проклятия Пусторожденных Безумие Расскажи мне Про Озрию С ней что-то не так У меня нехорошее Предчувствие Как только она Появилась здесь Я знал Что скоро Все станет Совсем худо Сейчас Секундочку Я вижу Что продолжаются Там жалобы Конфа ключевых А Проблема На Магистрале До Европы Уже Поднялось Понятно Ну да Это тоже С переходом На новый сайт Уйдет От анимансеров Ничего хорошего Ждать не стоит Странные ребята Это она превратила Моих друзей В чудовищ Говорила Что все это Во благо Позолоченной долины Во благо Ее карманов И больного любопытства Ты свободен Беги Спасибо тебе Незнакомец Мне придется Вернуться к распутью Но сначала Думаю Мне стоит Поесть отдохнуть Он запинает Если ты вдруг Пойдешь На верхние этажи Скажи Недмору Что я еще жив Недмор мертв Скажи ему В общем Передай ему Что фигурка Бледного рыцаря Которую он подарил Мне все еще у меня Воу-воу Его и возможно Поможет И отношения На умеренно положительные Удача Дохранят тебя боги И он уходит Дайте экспы За спасение Не дали Так Теперь меня интересует Где это Некромантша Обитает Опа Стоп Ловушку Чуть не наносит Наступил Еще одна ловушка Сто опыта Раз Два Третья будет Не похожим Ооо Привал Теперь у меня Фуловые Фуловые Привалы Блин Ну где же она Еще сзади Не все комнаты Обшарил Я не знаю Где Где конец Где начало Так Еще копье Немножко денег Так Вижу Вижу Палюсь Палюсь специально Естественно Подходим так Стойком Бобром Парализуем Раз И сразу Эрочку Включаем Тут сразу Вот Нет Не давай Все таки Так Паралич Хорошо Стоик не достанет До всех Надо хотя бы Двоих Еще дождаться Чтобы все Было Совсем Здорово Тут Так Тут Сбиваем А теперь Можно Уже Раз Тут Ауешечка Еще Пошла И да Их Просто Жалко Просто Жалко Они Ничего Не выдерживают Ничего И оглушаются Спокойно И взрываются И Блокируются Как над ними Только Мы не издеваемся С вами Выстрел Бах И все Очередной Зеленые 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 Хотя Не Может быть Она Она Уже Здесь В любом Помещении Может Она Оказаться Да Носители 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 Подвижность Вычет Давай-ка Привал Перед 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 Предполагаемым Боссом Разводим Костер Восстанавливаем Заклинания Идем Общаться Здравствуйте Застегнутая Врасплох Женщина Поворачивается К вам Испачканное Какой-то Зеленой Жидкостью Лицо Обрамляет Копна Вьющихся Черных Волос Во взгляде Обращенным На вас Чувствуется Мрачная Сила Сейчас Скиночка Посмотрю Там В конфе Вообще Что-то Есть Продолжаем Продолжаем Во взгляде Обращенным На вас Чувствуется Мрачная Сила Опять Мешка Женщина Откладывает Книгу Легко Улыбается В последнее Время У нас Столько Непрошенных Гостей Полагаю Это Полагаю Это Тебя Мне нужно Благодарить За задержку Моих Исследований Чтобы Поднять Этих Ребят Снова Придется Потратить Немало Времени Знаешь Ли Кстати Бетка Работает Хорошо Так что Можете Там Смотреть Восприятие Долины Я Я Пороге Великого Открытия И Никол Шу Мне Мешать Она Смотрит На Вас Ты Бы Мог Стать На Сторон Тех Тех Теоремы Панграмма Пусторожденных Из-за Этого Можно Сделать Вывод Что Душа В этих Телах Все Же Присутствует А Значит Еще Можно Достать И Вернуть Тело Назад В Тело Ее Почему Ты До Сих Пор Не Нашла Лекарства Лицо Ее Каменеет Этот Старый Дурак Недмар Жрец Бераса Она Фыркает Он Мастер Вешает Лапшу На Уши Он Уже Мертв Лорд Редрик Набожен И Недмар Пользуется Этим Особенно Сейчас После Этой Истории С Игрит Можно Подумать Пусторожденный Был Делом Моих Рук В любом Случа Его Усколобость Сильно Мешает Моим Живых Мертвецов Жрет Подстыдается Убедить Лорда Редрика Что Все Дело В руинах Храма Развеянного Бога Якобы Если Посвятить Храм Берасу Проклятие Рассеется Она Закатывает Глаза Конечно Редрик Купился На его Сказки Уже Потратил На этот Храм Целую Гору Золота Как Видишь Мои Исследования Не так Щедро Финансируются Она Обводит Рукой Свою Лабораторию Мне Приходится Проводить Свои Опыты В этой Клетушке Могу Я чем-то Помочь Ты Серьезно Озри Бросает На Ваш Взгляд Полное Любопытство Интересное Предложение Конечно Я не могу Позволить Тебе Напасть На Лорда Редрика Если Он Погибнет Как Мне Продолжить Мое Исследование Она Нахмуривается Все Думаю Нам Не стоит Быть Врагами Если Твоя Истинная Цель Помочь Позолоченной Долине Тогда Мы Союзники И Можем Помочь Друг Друг Но Я На Пороге Великого Открытия И Эти Постоянные Вмешательства Недмара Заходят Слишком Далеко Что От Меня Требуется Хочу Чтоб Ты Разобрался С Верховным Жрецом Сделано Он Постоянно Перетягивает Немание На Себя И Свой Культ Без Него Мы Сможем Средоточиться На Проблеме Проклятия Получим Нужные Ресурсы Убей Его Говорю Жиз Сделано Я Дам Тебе Возможность Стреться С Редриком Путь В Обход Стражи Меня Стражи Это Особо Не Заботит Они Не Такие Вежливые Как Я И Не Сдают Много Вопросов Но Все Это Если Только Пообещаешь Мне Не Причинять Лорду Редрику Вреда Ну Это Не Фиг Знает На этом Ружа Мертв Озри Удивленно Смотрит На Вас Несколько Мгновений Она Пытается Понять Не Обманываете Ли Е А Потом Кивает Что Ж Ты Объясня Этот Факт Что Я Давно Ничего Не Слышал О Старика Шки Уже Минут 25 Прошло Великолепно Я бы хотел Чтобы ты Рассказал Мне Обо Всем В Мельчайших Подробностях Но Я Полагаю Сейчас Не Лучший Момент Все Равно Большое Тебе Спасибо Ты Мне Очень Помог Что Опять Повторяю Ты Мне Очень Помог Полагаю Следует Тебя Как-то Наградить Ну Ладно Слушай До Безвременной Кончины Игрет Лорд Редрик Настаивал Чтобы Моя Предшественница Постоянно В их покое ведет потайной ход Если ты поклянешься Что не причинишь лорду Редрику вреда Я открою его для тебя Честно Я не собираюсь его убивать Клянусь Долгое мгновение Озри пристально вас рассматривает Наконец кивает Хорошо Помни Судьба позолоченной долины Зависит от моих исследований В этих краях Канемансии Относится насторожно И смещение лорда Редрика Сильно затруднит работу Да ладно Она подходит К одному из столов Наклоняется Вы слышите Громкий ляск А затем Протяжный грохот Одна из стен Опускается Озри улыбается И жестом Приглашает вас Пройти В открывшийся коридор Столько мяса Можно было бы тут нарезать И главное Не своровать Тут Черный кот Кстати Черный кот С ним поговорить можно Черный кот Сначала вам кажется Будто несчастный зверек Болен Черная шерсть Отваливается целыми клочьями Но когда кошка Поворачивается Вслед за ползущей По стене мухой Вы видите Несколько Ничем не прикрытых Ребер Половина хвоста Тоже сгнила Открывая взглядом Щербатый позвоночник Но похоже Все это не очень Беспокоит кошку Она довольно Мурлычет И трется О вашу ногу Пнуть кошку Пшла прочь Творюга Погладить Поднять кошку Погладить кошку Вы почесываете Кошку между ушей Черная шерсть Слезает целыми клочьями Поднять кошку Вы поднимаете На удивление Легкое И неожиданно Костлявое животное И оно довольно Мурлычет В ваших руках Забирай кошку Если хочешь Она мне не нужна Ха-ха Взяли кита Вот он Это Бесса Смотрите Вообще один в один Черный кот И глаза Такого же цвета Ща я даже Жену с котом Позвожу Подождите Это надо посмотреть Надо увидеть это Евгений Чего нужно С таком Уважаемые Я и не заметил Как у меня В комнате Оказался кот То есть Я его Шел искать Куда-то Вообще далеко Но Оказывается Сейчас покажу Похож? Черный кот Бесса Вон Глаза Один в один Черный Черный Она на роутере Лежит Роутер теплый Но она еще Нагрузочку Балансирует Черный кот Да Этот маленький Черный кот Представляет собой Довольно Страшного спутника Его тонкая шкура Плотно Обтягивает кости Возле подбородка Виден участок Гниющей кожи Золотистые глаза Неприятно блестят И все же Он с удовольствием Трется в ваши ноги Издавая громкое мрулокание Не, шерсть не выпадает У нас кот пушистый Так И вот сюда проходить можно Да? Но перед тем Как двинуться дальше Я хочу проверить Нижние Эти вот комнаты Все Потому что Я там кого-то Вроде как оставил Запертые 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 камеры Недобитые Враги Это же все Экспа... Опа-па-па-па-па-па-па О, не-не-не-не Ловушки опять же Не могу Не удалось обезвредить Бах 81 Бах-бах Все Просто вот Два выстрела И Изейшим Нет Нет-нет-нет-нет-нет Оооо Как же тебя пронесло-то, друг Как же тебе повезло Сработала еще одна ловушка Но мимо Эту обезвредили Сложность 4 Надо механику Подтянуть будет Так, здесь я был Блин, я чатик начал читать Не вовремя как, а? И не обезвредить ее здесь, а? А там уже враг идет Ползет Бах 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 Паралич Пробуем Заряжай Добей Доброе-доброе Ну, обходим ловушку Потихонечку И, судя по всему, нам всех нужно проводить Аккуратно Аккуратненько провести Кота поставь А, я кота не поставил Ну, я в бою не могу поставить кота К сожалению Ну да, кота, конечно, нужно поставить Кот это мастхэв Ой, как много народу-то там, а? Вычет только по холоду В плане урона Давай-ка здесь Эрочку Юзаем Попробуем так Это древние На них не подействует Ладно, давай В Все-таки Паралич Все сработало Все сработало Огонь, наверное, стоит По тем, кто Кто здоров Но Вижена не хватает К сожалению Не хватает Вижена Стойку плохо А здесь я, пожалуй Попробую зажечь Древний Черного Слизняка Хорошо Выносливость восстанавливается Хауешку Тут особо не Не зайдет Из-за Вычета урона Так что, наверное, я буду продолжать Парализовывать И стрелять Здесь можно Трупов опять же нет Давай скелета вызовем Стой, как-то Как-то терпит у нас Серьезно Давай так Куда-то побежал Бобер Я не знаю Я не знаю Куда Этот Присмертим А по бобру-то Попадают Надо вот так Вот так вот Ее знуть Нет 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 Все Я тороплюсь Я очень сильно тороплюсь Я не прав Абсолютно Падает бобер Один хит Правда у него О, не Он Он выживает Каким-то чудесным образом На этого товарища Не подействовал Почему-то Почему-то Не подействовал На него Паралич Я не знаю Как так случилось Но Факт остается Фактами Можно было Конечно Фаерболом Тут зарядить И, наверное Все еще стоит Тут стойком Стоит Выводить И выводить бобра Отсюда Я понимаю Что я его не вижу Но это не повод Чтобы Фаербол залетел Так Выведение срабатывает Вроде бы Срабатывает Накидываю еще скелет Сюда Давай-ка мы Точечно огнем Там надо убить Там еще гад Стойко бьют Среднее восстановление Выносливости Скорее всего На себя И на бобра И только после этого Давай-ка Этого будем бить Кое-как добьем Да Ты стреляй По этому Ты стреляй По этому Не, давай Лучше Этого добьем Ой, хорошо Все, они Сагрились теперь На танка 41 урон Огнем Прекрасно Прекрасно Еще Освещенная земля Восстановление Выносливости Потому что Стойко Стойко не успевает Он падает Да Да, я сам виноват Довольно Хорошо Они там Сильно стреляют Я жду бобра Можно сделать Привал Конечно Но Так все Бобер пришел Себя Ну слава богу Без него Урона мало Заходит Ну я Ворвался туда Внутрь Подставил Подставил Ни за что Абсолютно Бобра Абсолютно Ни за что Не надо Так было Делать Конечно Попадание Еще на 50 Ну что Встаем Или Да Встаем Отлично Стойка У нас Восстанавливается Постепенно Кота Ставим Не забываем Кота Поставить Можно только Главному Медеру Вместо Паучка Должен Мурчать А где он А вон Ходит Ходит Все нормально Он рядышком Это за углом Он был Бах И главное Он стреляет По одному И тому же То есть Вот так Целенаправленно Несмотря на то Что рядышком Есть Рядышком Есть танк Его не беспокоит Этот факт Так Внимательно Осматриваем На предмет Каких-то Стенок Скрытых Переключателей И прочего Похоже Что здесь Тупик Хотя Весьма Странный Такое тоже бывает Окей Так Здесь Будем Пройти Раз Два Три Четыре Оп Пять Микро Микро Ребят Все нормально Здесь тоже Проходим Проходим Заходим Можно вниз Ходить И тут Какая-то Что-то есть Тут какая-то Комната Похожая На склад Или погреб И подъем Наверх Оп Ловушку Обезвредили Бонус К петле Ловчего Ожерелье Ловчего Ловчий Могут Использовать Рейнджер Меняет Петлю Ловчего Амулеты Чаще всего Представляли Из себя Драгоценные Камни Медальоны И прочие Предметы Которые Носят На шее Одни Служат Просто Украшением А другие Наделены Чарами И заклинаниями Помогающими Владельцу Жерелья Жесткие Кольца Которые Тоже Надевают На шее Подобно Амулетам Они часто Имеют Волшебную Силу Ну Рейнджера У меня нет Поэтому Проверить Что на что Меняется Не знаю Мне кажется Что сейчас Я Во первых Выйду В Ну Из замка Возможно Это будет Третий Альтернативный Опять же Путь Да Это Третий Альтернативный Блин Путь Всего Два Человека Несчастных Весьма Которые Ничего Толкового Сделать Не могут Опа Вот это Уже Другая История Совсем Другая История Потому Что Здесь Охраны Очень 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 Много Так Так Ну я танка В первую очередь Эдера Заклинанием Своим Там Цепным Как он Как он Называется Дальше Наверное Нужно Что-то Ауешное Сделать На сопротивление Урону Вот так Вот Это же 15 Ко всему Все защиты Да Так У тебя Есть Вены Вот эти Вот Огненные Горящие Раны 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 Горячие Раны Запомни Ты пока Ждешь Бобер Кастует Ты Защиту Делаешь Да Уже Уже Юзнул Начальник Караула Здесь Вот Этого Упыря Надо По-хорошему Парализовывать Испуг Тоже Разговор С неупокоенными Мог бы Помочь Давай Вашечку Так Блин Что он сделал Он как будто своего добил Так 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 Все в куче Так 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 Там полный фарш идет Хотя По ранениям У них Все не так-то И плохо Мне нужен Кто-то Попроще А попроще Тут хрен Кого Найдешь Пытаюсь Пытаюсь Сбить Блин Сейчас Бобра Будет Месить Да Бобер Тут Не выстоит Они Они Нарвались Так Хорошо Что я могу Что я могу Фаербол Прям в кучу Мне нравится Эта идея Только Бобром Надо попытаться Хоть как-то Отойти Заходит Фаербол Бобер Как-то Уходит Я так 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 И не понял Как он ушел Фаербол Реально Очень Быстро Зашел Можно еще Туманчиком Их Накрыть Танк Вроде Выдерживает Потом Трупы Взорвем Здесь Наверное На выносливость Кружочек А чего Бобер То Есть кто Уязвимый При смерти Легкая Ну 60 Есть Валяется Вроде Товарищ Да Сбивание С ног Мы не успеем Ни черта Не вижу Что происходит Как Зачем Так Стоик Что кастует Там Стоик Выносливость Кастует Ты Кастуешь Это Замедление Бобер Вроде Как Промахивается Тяжелая При смерти Легкая Трупы Взрывать Надо Взрывать Трупы Но пока Я не готов Взрывать Трупы Хорошо Еще пошла Оешечка Бом 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 Копьем В Начальник У нас Еле Еле Попробуем Паралич Зловонная Вот эта Вот Хрень Но Он Подействует Сразу По Нескольким А как Он Подействует На Остальных На Цель Паралич На Остальных Недомогание Ладно Паралич Ключевое Пофиг Целиться Побегающей Подруге Это Как-то Совсем Не Круто Есть Можно Трупы Взрывать Наконец-то Я дождался Этого Момента Ну Как-то Вот Так Наверное Так Бобер Уже Охранник Охранник Редрика Так Может Там Редрик Уже Дальше Не Вряд ли Нет Наверное Общее Название Да Ведь Сейчас Этл Влетит Кажись Да Вроде Нет Вроде Хотя Вот От Начальника Может И Влететь Посмотрим Как А давай На него Еще Один Паралич Кинем Взрываются Трупы Минус Один Вижу Серьезный Урон По второму По третьему Тут Паралич Кстати Не Сработал Все Умерли Кроме Начальника А Нет Вот Еще Наемник При Смерти Все Тут Паралично Один Секунд Изейши Начальник Еще Девочка Знали Кого Начальником Ставить Ставить Все Изейши Хотя Их Было Реально Много Очень Помог Стоик Со Своими Клевыми Бафами Вижу Магический Доспех Хорошее Качество ВУ 9 Денег По мелочи Очень Много Ну И Заодно Тогда Осмотримся Да Это Крепость Видите Тут И кот Такой Бесполезный Бегает Но Это Не К Редрику Вот Это Просто По Мне Вообще Назад Нужно Через Опа А Это Булава Хорошего Качества Тоже На Продажу Ниже Бочек А Ниже Нижние Доски Бочек Темные Но Сухие То Что Было В этих Бочках Вытекло Уже Давно То есть Просто Вышли Разобрались Ушли Да Ну Тоже Неплохо Проверь Свой Замок Может Лучше Да У меня Денег Мало Три Косаря Нифига Себе Откуда А Это Я Как раз Насобирала Видимо Да Давайте После Улучшения Цитадели Будет Отремонтировано Это Уже В Процессе Но Нужна Цитадель Для Этих Цитадель Для Огромного Количества Вещей Нужна Западный Барбикан Для Него Тоже Цитадель Нужна Но Можем По мелочевке Взять Сторожка И Сторожки Наблюдает За прилегающей Местностью Если Ее Совершенствовать Будете Получать Бонус К выживанию При Отдыхе Ну И плюс Там Денежку Появится Смотритель Который Может Выдавать Заказы На Убийство Лесные Тропы Окружают Владение Вашей Крепости Если усовершенствовать Получать Бонус К телосложению Атлетики Комфорт Давайте Очаг Возьмем Такой А Уже Строится То есть Я не могу Если что-то Одно Строится Ясно Жалко Я думал Сейчас Деньги Денег Заработаю И все Пойдет Штамповочка Не зря Я сюда Вышел Тоже И денег Заработал Сейчас Кредрику Надо Я с одной стороны Дал слово Что Не буду Его убивать Надо посмотреть Что он из себя Представляет Кто он Такой Может он Нужен Как-то Поэтому Этой Золотой Ну хотя Тут лут Блин Так хочется И полутать Эту штуку Да Это Кредрику Вход Ладно Давайте Сейв И попробуем По Вон У нее тут Стилет Хорошего Качества Понятно Очень Быстро Да Мне кажется Эту даму Только паралич Дропы вылечит Да Тебе никто не мешает После Райдрика Всех побивать Да Я думаю Что надо сначала Познакомиться с ним Потом Как бы К даме вернуться Ну На самом деле Она Во-первых Она Высокомерная Она Мочит людей Ставит опыты Ради целей В В успешности Которые Она не продвинулась Ну в смысле Ради задач По которым Она еще Не Не преуспела То есть Ну Ну не знаю Заслуживает ли Она жизни Все Так Молитвы Страха Хорошо Пистолет Просто пистолет Игнорируемый Вычет урона 6 Очень даже Неплохо Точность 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 Минус 5 Но в принципе Если зачаровать Можно Кстати Вторую Да Я пожалуй Пистолетик Возьму Но он должен быть Вообще Хорошего качества По По хорошему Чтобы из него Ботиночки Свойство Прочность What Защита От атак Сбивания С ног Плюс 30 Защита От атак Толчком Плюс 15 Ну вроде Как танку Нужно Но у танка Защита А У него Не на телосложение Жаботиночки Я жаботиночки Как раз От него Передал Так что Отлично Ставим ему Защиту От сбивания С ног Добром Она тебе Кошку отдала Да ты на ней Жениться Можно за это Не то Что пощадить Да А если Девушка Позволила Вот так вот Киску свою Взять И погладить Это Что происходит Здесь Труп какой-то Тихо 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 Обезвредили Перстень Слабое наложение Чар подавления Печали Блин Ну пекари проснулись Я не это имел ввиду Это Господи Какие вы Дает подавление Печали Два Между отдыхом У кого там Вот Наверное Перстень Нужно передавать Нашему Барду Потому что Ну Он постоянно В печали Ну В смысле Он может Спокойно Аааа Во Вредные воздействия Приостановленность Это классный спелл Саппорта Третьего уровня Или второго уровня Короче Хороший Там оглушение снимает Все снимает Какой стример Такой чат Блин Ну ребята Я без задней мысли По стелсу Давайте пройдем Блин Позиция Вообще Не очень Вообще Не очень Позиция Здесь Капец Как же Я попал Там Так А ты что делаешь Маг и волшебник Е-мое Давай Выносливость На себя Ну бас Все Очень Плохо Ставлю Отталкивающую Печать Куда-нибудь Сюда Чтоб они Так Бобер там Как Бобер там Кастует Ты там Что Ты тут Все Так Плохо 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 А ты что Делаешь А ты на себя Кастуешь Вынос Нет Ты уже Атакуешь А почему Ты атакуешь Непонятно Отходить нельзя Лучше Помедленнее Помедленнее Кони Там Народу Трындец Эдер Куда-то Побежал Тут Надо Точно Отступать Где Паралич Вот Он Паралич Стреляем Так Надо Надо сейчас Запилить Что-нибудь Ауеш На Восстанавливающем Скажем Вот отсюда Или просто Сокращение Урона Для начала Да Давай Так Ты у нас Сейчас Отступишь На развороте Сразу же Начинаешь Ты Раны 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 Или Или Ты уже Раны Скастовал Скастовал Да И на них На всех Практически Да Ну Стреляет А Да Бах Там Сколько 39 Вроде 32 Повелитель Огня Наносит Уроном Попролечу Тут Кастуем Тут Эрочку Юзаем Давай 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 Ты Кастуешь Опа Что это На мне Такое Что-то Прошло Чародей Охранник Слегка Попадает Упреждает Кажется Это Вот Чарджет Болт Или Какая-то Тема Электрическая Так Или Иначе У меня Проблемы С У меня Серьезные Проблемы Между Прочим Тяжело Ранен Танк Конечно Держится Молодец Хорошо Сделали Так Сокращение Урона Сейчас Надо Подойти И Выносливость Бафнуть Давай Давай еще разок Паралич Все-таки Так Выносливость Пошла Это же Выносливость У нас Да Выносливость 11 В течение Одной Одной Сек Ну Чуть Чуть Но А Леш Зато Тема Хорошо Далее 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 Может быть Что-нибудь С силой Решительность Нет Огонь Нет Это нет Ошеломление Недомогание Ослабление Лесом Небольшое Восстановление Выносливости Тоже Может Зайти Вот Так Вот На эльфа Главным образом На нашего Тут Можно Так Тут Паралич Обновился Этого Мы добьем Сейчас Бобром Хорошо Да просто Бей Ну Бобер Дострельни Ну Попал Так Эльф Падает Не знаю Кто по нему Там попал Лучник Попадает На 14 Судя по Логу Не выдерживаем Не выдерживаем Давай еще Один Баф Благословление Тут Бобру Хреновенько Попролечу Еще стрельнуть Надо Вот Их очень Много Ребят Их Очень Очень Много Что с этим Делать Я не знаю Вроде Танк Держится Вот Этих Двоих Если Убьем Есть Взрываем Трупы Ну Вообще Никто Не взорвался Вот Тут Врывается Паладин К Бобру У Бобра Вообще Беда Что Делать Как Быть Почему Пропустил Наш Танг Этих Упырей Как Мне Как Мне Его Его Минуснуть Вообще Непонятно Ладно Допустим Танк Каким-то Макаром Там Продержится Допустим Нужно Что-то Такое Точечное Полезное Чтобы Помочь Сейчас Бобру Либо Первое Восстановление Выведение Но Я Тогда Из Боя Просто Ошеломление Это Дебафы Просто Да Может Кстати Ошеломление И зайдет Это Поможет По крайней Мере Танку Там Подержаться Ладно Давайте Так Будем Надеяться Что Бобер Каким-то Макаром Здесь Да Каким Макаром О Попал Попал Он Попал Парализуем Отлично Так Сбей Этого Упыря Главное Чтоб Сейчас Бобер Успел Так А может Мы ему Выносливость Особо Ему не поможет Хотя Нет Всем Поможет Выносливость Вот так Вот Держись Парализуй На 6 секунд Господи Что так Мало То Я Отойду И на Разворачиваю Стрельную Чтобы А тут Подставлю Стойком Хотя Бразок Надо Сейчас Попасть Бобром Там Паралич Секунда Не попаду Скорее Всего Блин Не попал И они Не сагрились На меня Это не поможет Последний Спел Какой Выведение Давай Бобра Здесь ХП Бобра Нет Хорошо Ну а Что Хорошего В конце Концов Что Хорошего Как-то Держаться Там Народу Очень Много Можно Попробовать Снова Трупы Взорвать Мне кажется Что там Либо Трупов Нет Либо Одно Из двух Скелета Вызывать Может Быть Кстати Но С этой Стороны Причем Чтобы Этих Двоих Убить Чтобы Танку Было Попроще В конце Концов Так Можно Раны Обновить Заклинание Не Осталось Ни В Предметах Никак А Бобер Сколько Будет 18 Секунд Выведением Заниматься Причем Выйти Самостоятельно Не Может Оттуда Начинает Пробивать Танком Свитки Да свитки Я не поставлю Сейчас никуда Просто Свитки Надо было Заранее Ставить Как и Бутылки Ни того Ни другого У меня нет Я рассчитываю Только на то Что выживет Каким-то чудом Танк Мы убьем Этих Ну тут Ранение Легкое ранение Не вижу Как это Можно Справить Ну да Если только Выходит Бобер Чарм Делает Парализует Начинает Настреливать Все на 10 Хитах Попадает При этом Первый выстрел Да Ну как-то Типа Можно Но крайне Маловероятно Легкое ранение Их там Выхилили Вообще Дичайшим Образом Так Там момент Когда выйдет Бобер Уже Танка Не останется Приходит Бобер Ну вот Тут Вы видите Уже Все Что происходит Попробую Еще раз Вызвать Скелета Ну кто-то Должен Там Держаться Падает Эдор Бутылки Пей Кстати На меткость Можно выпить Бутылку Действительно Да Сейчас Выпью Бутылку И как раз Ко мне Подходит Выйти из боя До свидания Ну Народа Очень много Изначально Позиция была Наихреновейшая То есть У меня Ну неправильно Там было Все Крепость Крепость Редрика Не то Стадель Редрика Скорее всего Вот это Вот Да То есть Танк оказался Не там Сразу Прорвались И И все Да У них У них Как раз Все было хорошо На своем месте Если попробуем Я попробую Сейчас Расставить Бутылки И свитки Покидать Чтобы Была возможность По крайней мере Ну что-то Заюзать Даже Даже если Я Да Не Даже если Заклинание Закончится Свитков Это масса Впитываясь Впитываясь В простыни Можно Конечно Привал Сделать Но В этом Потребности Я полагаю Нет Сейчас Я просто Правильно Встану И все Просто Правильно Встану Почти 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 Михаил На самом деле Я могу Опять Не успеть Немного Сейчас Внимательно Во-первых Так Так Что за Бряд Атлетика Фигня Р Пошла Паралич Хорошо Зашел Горящие Раны Хорошо Зашли Все И теперь Толпятся Осталось Только Ауешечку Туда Зарядить И Заряжать Так Прям Системно Прям Вот Четенько Постоянно У меня Ее нет Кроме Как у Мага И у Нашего Друга Можно Попробовать Почармить Еще Сейчас Сосредоточенности Будет Довольно Много И Так Ты Кастуешь У нас Ты Молодец Молодец Этого Бьем Давай Давай-ка Что-нибудь На Урон Концентрация Воли Лесом Вот это Вот на урон Давить Точность Урон Работаем Слушайте А надо Наверное Защиту Будет Следующим Накинуть Потому что Стоп Кажется Кто-то Паралич Снял Так Ок Дальше Вот так Паралич Новый Есть Но Коротенький Совсем Ой Забыл Совсем Замечательное Заклинание Там Урон Очень Хороший Идет Прям Вот Заходит Заходит Они Тоже Лечатся Благословляют Стараются Так Хорошо Далее Что Далее Надо Каким-то Макаром Укрепить Нашего Танка Замечательного Который Стоит Впереди Мы можем Укрепить АОЕшечка Опять же Но это Концентрация Воли Это чушь Это мы уже Сделали Восстановление Выносливости Возможно Кстати Но сразу Наверное Лучше Второе Опилить Второе Вот такое Мак Ничего Не Делает А он Скастовал Только что Туманчик Попробуем Парализацию Туда Закинуть Попадает Бобер Это очень Хорошо Паладин Присмертим Паладин Тяжелое Ранение Жрец Чародей Снова Парализовывать Пробуем Там падают Люди Вот тут точно Надо будет С ним Минусовать Трупы Я рядом Я смогу Смогу Окей Ладно Давай так Пока Паралично 60 секунд Это так Здесь можем Взрывать Уже Трупы Можем Взрывать Трупы Давай Оп Прям так Хорошо Пройдется Давай Есть 9 24 25 5 37 Тяжелое Ранение Ранение Этот умер Сразу же Этот При смерти Хорошо Как Ап Пошло Так Ты его добьешь Скорее всего Да 2 секунды И успеешь Выстрелить Опрокинуть Может Этого Ну у него И так Там Проблемы Серьезные Вот этого Опрокинуть Можно Попытаться Так Добили Хорошо Ты Ты Сбивая Этого С ног Ну Парализуй Точнее Готово Другое дело Да Когда Правильный Порядок Совсем Другое дело Надо Надо бы Сейчас Привал Устроить А то Как-то Хотя Нормально У танка Половина ХП Еще На одно Подобное Сражение Мне должно Хватить Фолиан Чародея Выпал Хорошего Качества Мантия И опять же Много 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 Бабла Фолиан Чародея Передаю Нашему Чародею Мантию Тоже Пока что Ему Остальной Трешачок В сундук Посмотрим Что в Фолианте Было Записано Паразитный Посох Создает Оружие Для Волшебника Облако Заторможенности Восприятие Интеллект Решительность И воля Минус Катящееся Пламя Вот это Рекомендовали И вот Встряска Кажется Меня Этим Троих Там Да Электричеством Цель И на две Цели Переход Да Да Пока Срана Не буду Брать Мне устраивает Хотя На самом деле Я бы Вливание Жизнной силы Убрал Попробовал бы Катящееся Пламя 200 Так 200 Облако Заторможенности Притупляет Чувство Разум Это На Магов Накладывать Хорошо Должно Быть Да Едкая Перчатка Перекачивает Дает Урон В минус Выносливость Но Радиус Очень Не Нужен Он мне Короче Говорил Туда 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 Все У меня теперь Есть Это заклинание Нет У меня же Так Стоп Мне же Нужен Гримуар Себе В руки Взять Правильно Этот С фаерболом Известное Заклинание Или Подождите Я должен Накидывать Получается Заклинание В какой-то Из гримуаров Да То есть Например В этот Я должен Катящееся Пламя Закинуть Например И он Тогда Типа У меня Будет Если Я его Выберу Здесь А Наоборот Отсюда Убрать Сюда Поставить Тогда Не придется Менять Ничего Да Из-за В одном В первом Так Собираем Раз Сейв Два Осматриваемся Три Вижу Врага Одного Сразу Даже Парализация Пошла Сбили Парализовали Убили С высокой Долюберательности Он не Выберется Из-за На Нет Успеет Удар Нанести Гад Меня интересует Редрик Непосредственно Надо Сейчас Очень Аккуратно Действуем Потому что Всего Один Привал Не дай Бог Там Будет Клевый Босс Специально Выманиваю Так что Много Эхо Совместное Прохождение Спрашивает Тут Есть Вроде Б Вроде Б Нет Это Не Дивини Тебе Почему-то Иногда Не срабатывает Взрывание Трупа Видимо Если Труп Разваливается На Части У нас На Глазах То есть Фактически Трупа Действительно Не остается То он Собственно Все Снова Паралич Бобер Очень Хорошо Помогает Конечно С загляниями Ах Этот Пырь Прячет Его Еще Ешку Какую-то Кастанул Культовая Проекция Там По 20 По По 30 Зашло А без Бобра Без Пролеча Напротив Довольно Довольно Тяжело Вырубить Человек Хотя вот Оглушение Сработало И сразу Попадания Пошли Готово Их тут Вот Замок Он Долгий Блин Немножко Нудноват Потому что Все равно Люди Серьезный Да ладно Я тут Типа ворую У меня Имидж Испортится Если я сейчас Сворую пики Но тут Хорошего качества Оружия Поэтому я беру Жалко конечно Что ко мне хуже Начнут Относиться В этом замке Но если Не будет Врагов То И проблемы Отношения Тоже не будет Так Тут Какая-то Зала Серьезная Охранник Еще один Кто там Я даже Не вижу Я даже Не вижу Я слышу Заклинание Но Но Не понимаю Откуда Там Вижена Нету Со спины Оказались Враги Тоже Тоже не Не совсем Понятно Как это Произошло Макс Стреляет Это Миссели Пошли Ну Во-первых Позиция была Хреновая Я не знаю Каким макаром Здесь Бобер Оказался Честное Слово вместо танка но но это провал просто просто провал просто провал чародея сбиваем что какой-то вообще опасный давай сделаем благословением и можно ищими селями его тоже побить все готово сейчас все закидываем там еще лучник подстреливает откуда-то подождем этого года он слышит и стреляет да как от где он да ты издеваешься какой-то баг типа вижу на нет скотина сейчас не стойка может убить выводит стойк сам себя оп и всем вольт мы да похоже но если бы я же должен видеть когда забегаю внутрь правильно должен же видеть когда забегаю внутрь должен так ну что привал очень напрашивается конечно очень 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 он мне нужен тут еще один гримуар чародея уже с известными темами по крайней мере не в другом гримуаре есть так проход вниз вообще можно было проверить вот вот это вот здание типа главное но я в него попадал сразу же на входе поэтому мне кажется что там родрика не быть не должно вот тут уже следующий враги давайте привал во первых расовый бонус против а как люди называются то есть какой класс никакой ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй что же я натворил меня заметили ну все ребята это будет главное чтобы их там было немного их там много от судя по всему как минимум пять человек как минимум карл налево ладно выстраивайся все бобра убили я хотел привал сделать просто перед привалом посмотреть перед привалом посмотреть ну и понимаете ладно любом случае привал пошел вычет урона бонус не нужен получается вычит урона вычит уроном хорошо все здоровы все молодцы сейф пошел проверим сейчас главный зал учитывая то что там спойлерят вовсю что родрик там мы с ним может поговорим просто да тут френдли все сколько народу то поборник народа реально очень много вон он сидит развалившись редрик пусть он подойдет облаченный вызорчатый доспех лорд редрик седьмой восседает на своем троне в окружении целой армии стражников уже нравится изучающий вас молчаливой враждебностью его глаза запали а бледное лицо и темные взлохмаченные волосы производят мрачное впечатление на одном из каменных подлокотников трона покоится кинжал тонкая алая струйка стекает с его клинка на пальцы редрика наклонившегося вперед чтобы получше вас разглядеть я его представлял более симпатичным говорит эдер даже учитывая всякого рода кровосмешение хотя лицо эдера спокойно вы замечаете как его рука будто обладая собственной волей тянется к оружию судя по всему это тебя мне стоит благодарить за переполох в собственные крепости я-то ожидал увидеть целую армию захватчиков ты наемник это не похоже на колши голос редрика низкий скрипучий глаза не отрываются от вас чужеземцами он тоже обычно не связывается и ты не из моих он угрюмо улыбается обнажая белые зубы так что обвинить в измене я тебя не могу его пальцы сжимаются на рукояти кинжала будет он хочет убедиться что все еще что тот все еще рядом и тут же одергивается вероятно ему следовало раньше прибегнуть подобной тактике ты быстро расправляешь расправился с моей стражей глаза его сужаются они были преданными слугами пусть преданными не мне золоту но они заслужили не заслужили такое участие моё 8 вариантов ответа внимание знатоки так что обещал тебе мой двоюродный братья с большую награду если бы у него было за душой хоть что-то он бы не покушался на мои богатства лицо его каменеет если бы в нем была хоть капля чести он бы не продолжал свои попытки сейчас когда у меня случилось такое горе я пришел сюда не для разговоров а чтоб тебя остановить колл что выбрать двоюродный брат внезапно что ты потерял указать на кинжал что здесь произошло позлочная долина достаточно настрадалась заслуживает лучшего правителя куш меня не посылал на твоем месте помолчал бы о чести я видел тело на твоем ложе давайте лицо редрика темнеет от ярости и понятия не имеешь о чем говоришь о богохульствах слетавших с ее губ а чудовище которую которую она принесла в этот мир законы по золочной долины распространяются на всех жителей моих земель исключений быть не может неплохо приговор игорит был справедливым несмотря на ее титул и мои к ней чувства несмотря на то что чего мне этого стоило ты ты ничего не знаешь джон сноу также как ты не знаешь истинных мотивов моего незадачливого кузена не понимаешь что стоит на кону колл что 2 броюродный двоюродный брат да в наших жилах течет одна кровь он вырос в этих стенах пользовался всеми привилегиями но алчная душа всегда жаждет большего я был старше и стал наследником а потом и сэйном а он нет наследие вергла мои земли в пучину хаоса страха и отчаяния колл что воспользовался этим унеся смятение в наши ряды переманил преданных людей хороших мужчин и хороших женщин на мгновение кажется что редрик поглощен воспоминаниями но потом он смотрит на вас и сухо улыбается он бежал из крепости укрылся в пустошек за городом разыгрывает перед людьми своего парня а пока он играет в завоевателя позолоченная долина страдает семьи торговцы все у меня недостаточно людей чтобы охранять дороги защищать защищаться от атак колша он оттягивает на себя мое внимание и мои земли моя семья он шумно вздыхает как мне победить это проклятие если столько усилий уходит на этого предателя короче тут все переворачивается с ног на голову может быть редрик то он не такой плохой но один момент вы представляете сколько лута выпадет из этих упырей стоят вон они с разным оружием какая-то будет знатная битва вообще 5 в с 10 или 11 даже так и знала горит тем более тут два варианта с атаковать типичный политик лапши новейшего гаси что здесь произошло рэдрикс слегка наклоняет голову чтобы взглянуть на кинжал он неожиданно спокойно справедливый приговор его голос срывается гримаса скорби скажет он хороший видите игре знала молилась в тайне прятала эти безделушки знала что я с ними сделаю если найду развеянный бог отравил ее настроил против меня она не слышала моих увещеваний короче он фанатик как только родился наш сын это бездушное существо тогда тогда мы оба поняли что это расплата за ее грехи конечно она виновата редрик врач наглядел на вас катая желваки как желваки или желваки евгения наушниках не слышит лицо покрывается пятнами оно не должно было жить ах ты скотина посмотрим поможет ли твоя честь редрик нахмуривается еще сильнее кивает да будет так редрик поднимается с трона его стража встает на изготовку пусть двулики сжалится на твоей расколотой душой и развеет ее по ветру раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять человек 10 человек все очень плохо поборник лучник защитник любимец верховный маг сам редрик верховный маг телохранитель паладин поборник ребята валим просто валим нет 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 пацаны это был неправильный план убегать это был неправильный план вообще господи ой жесть какая выводить из боя думаете ладно попробуем раз да здесь себе густо там же а куда-то бежишь на все вывел кажись пробую бежать пробую бежать беги 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 ребятушки это просто просто же сюда надо ауешить фаерболить застрял сейчас ребят ребят все будет нормально все будет хорошо сейчас убьем но позиция неправильная я не успел отступить туда-сюда люблю я серьезные сражения поехали так я готов вообще да я готов о рой главное просто не не прятаться и все них ты не сможешь спорим а хотя ты проходил ты можешь знаешь что блин может реально не смогу есть мне один план за кому нужны диалоги правда ведь работаем абузер скиллуха знаток механики игры как вам еще объяснить так давай начнем с простых вещей охрана встает охрана так охрана пошла тут парализация пошла тут фаерболируем фаерболом нет рана разгон очку надо разгон очку давай сначала вот так замедление периодичный урон периодически так стойк давай оп стопе надо сделать сейчас стойком еще баф на паралич хорошо есть блин как много а как их много так это пошло а как он прорывается то как-то прорывается держись держись просто держись что можно можно стрельнуть поэтому ты так стреляешь тебе вообще делать нечего кроме вот вот этой вот штуки дваз блин там такая грязь еще половина магов сзади хотя не там рэдрик сам стоит и любимец любимец так хорошо благословение прошло дальше что дальше топовый редьюс по входящему урону всему заходит дальше мы уже фаербол кидаем вот куда-то сюда держимся держимся у пацаны я наверное редрика попробую зачармить еще так можно попробовать испуг испуг же у нас решительность и точность да наверное стоит это сделать после выстрела меткого от от бобра фаербол уже нет фаербол не зашел а почему ты фаербол то не кинул василий вот пыш там столько всего господи 29 28 21 3 3 46 еще один можно туда же горят 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 а он не до кастовала еще ну давай давай мне очень хочется второй фаербол давай так ладно так ты кастуешь защиту вижу ты стреляешь молодец а пробуй свалить все таки так тут редьюс урона скаставали оооо что у нас там по оешечкам столб это не оешечка можно взять какой-нибудь бафчик может можно взять дебафчик надо внимательно выбрать заклинание третьего лейоланта потому что но дробящее сбивание с ног а давай столб веры На кого? На Редрика Самого Редрика Бобер попал, молодец Ой, там еще один взрыв Сумасшедший просто Вторым фаерболом попадает Можно еще Катящееся пламя Этот присмерти, этот присмерти Скоро будем трупы взрывать Ох Хорошо Так, столб сейчас пойдет Давай-ка испуг Вот так вот Или все-таки дамага нанесем Давай дамага нанесем сначала Потому что могут умереть раньше Тут можно еще вот так вот Наверное сделать Лучше так сделать Этот упал, умер Этого сбиваем Я не понимаю, что происходит Но что-то точно происходит Так, маг снова ауешет Маг, конечно, конское количество урона наносит Этот присмерти, этот присмерти Кастуем Сейчас столб еще сверху Так, этот падает Бобер вроде нанес какое-то количество урона Вот этой вот обилке своей горн души Я хочу Вот поэтому попробовать успеть выстрелить Не успеваем Вряд ли успею Давай тогда ауешечку сюда И можно уже трупы взрывать Хотя тут при смерти Еще Один, по крайней мере И он парализован Не, давай выстрелим по нему лучше Не успею Столб сверху падает еще Не, давайте я не буду Выпендриваться Просто взрываю, что есть Просто что есть, взрываю Там еще шар полетел Я не понимаю, как он работает Но вроде он Пролетает сквозь врагов Может прочитать, как он работает Создает отскакивающий шар Всем на своем пути Вот Да То есть он реально тоже Наносит довольно приличное количество урона Ауешного Держимся пока, ребята Держимся Вон А, он Да, реально Он сквозь пролетает И отталкивается еще Взрыв трупов Происходит Много разных цифр 30, 45, 16, 15, 4, 3, 24, 0 18 Люди умирают В большом количестве И это просто замечательно Можно попробовать сделать Какой-нибудь Универсальный Да, восстановление выносливости Раз Поборник При смерти Спук Защита серьезная Там Там никого не осталось Там остался несчастный лучник Этот поборник Который Ну а что он сделает Редрик Сам Редрик В присмерти Понимаете Да, заходит урон Я вижу Убиваем еще одного Редрик Один Мы можем Кстати его Парализовать Этого можно убить Точечным Убили точечным Парализация на Редрика Не срабатывает К сожалению Ну будем чистым урон Умесить У него осталось Довольно Маленькое количество Бьет он тоже Не сказать Что прям Все Минус Редрик Сколько лута Ребята Сколько лута Кто прав Кто виноват Вообще Какая разница Кто там Петр говорил Что я Заре не поспорил На 1000 евриков Я не увидел Что там спор предлагали Так бы как бы Нормально все Так У нас тут во первых Правосудие Уникальный двуручный меч Урон 16-23 10% Как дробящий Хорошее качество Точность Урон И плюс еще 25 дробящий урон Когда-то Во время Давно забытого Похода Этот меч Использовал Паладин В качестве Оружия Палача За годы Паладин Сразил Бесчетное количество Еретиков Но со временем Его рвение Медленно превращалось В страх При виде того Как на родине Непрестанно растет зло Петр говорит Ну я на пон Бурал Да ты Постоянно что-то пишешь Устав от ограниченного Непрестанного похода Вместо команды Паладин Сморкотящий сердце От почвы Стал сам казнить Любого Кто имел дело С варварами На идее ретика Который скрывался В маленькой деревне Паладин Предал мечу Всех жителей За то что Они помогали Грешнику Понятно Короче Эх Весьма неплохой меч Но двуруч Кому Танк у меня Со щитом Я отдам Конечно Померить Так чисто Заклинание Хорошее Манти Все Все это бабло Ребята Все бабло Свитки Еще Свиток защиты Все защиты Плюс 20 Ни у кого Кстати Знаний что ли Нет Вроде есть Деньги И снова деньги И снова Лут И тут Лут Я уверен Что рядом С его Этим Катсцена Ребята А как вы Здесь появились Ребят Этот Пришел Коуш Мы узнали Что ты выступил Против Редрика И хотели тебя Поддержать Но опоздали Ну ясно Жаль что пропустил Последнюю агонию Ну да ладно Я думаю Надо мочить Обоих Еще Лут Подошел Да Да Прямо когда Прямо как Полиция Приезжает Прямо вот Когда всех уже Перестреляли Знаете уже Финалочка Там Все кончено Тиран мертв И наш город Может двигаться Дальше В лучшее будущее Ооо Позолоченная долина Будет Вечно тебе благодарна Я буду тебе благодарен Ведь ты сделал То что я не мог Возьми из сокровищницы Редрика Любую награду Какую пожелаешь Хотя боюсь Никакая награда Не достойна твоего подвига Ой спасибо Спасибо Коуш с лыбкой Оглядывает рунный зал Еще многое здесь нужно сделать Нужно Послать гонца Кэрлу конечно Отменить Чудовищные знакомы Не думай что мы забыли От твоей помощи Ты многое сделал для нас Позолоченная долина Тебя не забудет 2700 опыта Давайте ребят Нужно очистить зал С этими словами Коуш решительно идет к трону Позолоченная долина Крайне значительное положение Задание выполнено Лорд пустоши Блин Заманчиво Заманчиво Лудецкий рядышком Опа Скипетр хорошего качества Ну это типа Воровство Ребят Дубль 2 Говорят Еще 5 человек Да и он хороший вроде как Я пытаюсь Скипетр взять Поговорим Прости друг Еще так много Можно Нужно сделать Но твой вклад Не будет забыт Ладно Пойдемте лутать Сокровищницы Говорят Где-то здесь Я его еще оставил так Пусть пока живет Конечно же Вижу тайничек Еще один Опа Тебе сказали Что бери награду Из сокровищницы Я знаю Но я не знаю Где сокровищница Я пошел искать Я тоже не нашел Сокровищницу Вали его Да вот какая-то Стенка тут А это Выход В самом начале Сокровищницы Говорите Да С сокровищницам Поищем Это охранник Редрика Кстати Они еще Того Да поможет Да ладно Они теперь Френдли А как Желуд Блин Ну кто-то Должен остаться Конечно Порядок Чародей Молодец Как Порядок Поддерживать Как они быстро Переметнулись А где Моя сокровищница Наверху Может Два гриба Это кажется На крафтик Пойдет Так Подъем наверх Спуск вниз Сейчас Для начала Обшарю Все что здесь есть А тут типа Воровство Не ну ребята Мне же сказали Можно брать Можно значит Берем Эй убирайся Отсюда Вот гады И тут Воровство Вы не представляете Как они Меня провоцируют Ладно Троны быщие Да я вернусь К нему конечно Сейчас проверю Сначала Подвалы Как-то поразительно Мы быстро Сменили Ну ясно Мы сменили Всю власть И эту Мадаму Которая А я же обещал Ей Редрика Не убивать Кажется У нее Ко мне Будут вопросы Секундочку Может он тоже Переметнется Привет родная Думаешь я тебе скажу Спасибо за эту революцию Ты отбросил Мое исследование Несколько лет назад И ради чего Ради приходи Сбрендившего Аристократишки Ты наверное догадываешься Что Коуш был Не особо доволен Моими исследованиями Полагаю Теперь я должна Быть по гроб жизни Тебе благодарна Она закатывает глаза Иди Суй свой нос В чьи-нибудь Другие дела Мне ты без надобности А ты мне тоже Ой Какие они Недалекие Вы бы знали Какие они Недалекие Не лучше Ренджом конечно Агрить Чуть назад Чуть вперед Да тут изи Да изи Конечно изи Ой не не Я не то сделал Надо Надо подождать Когда они подойдут И только после этого Юзать бафчик Правильным Правильно Говоришь Правильно Так ну вроде Я подошел Они тоже Подтягиваются Будь здоровым Это звуки Еще пропали Голь тяжелое ранение Я не вижу Кого я парализовал Но вроде парализовал Да Паралич на дальнем И хорошо Начи решив Делать сразу же Чтобы не было Таких тем Тут между битвами У меня еще Отличная Отличная Штука Вот так Вот А почему Наш товарищ Стоя сияния Так и не юзнул Вот оно пошло Сейчас Загорятся Загорятся И догорят Она конечно Там кастует Дай боже Ну ладно Ничего Прорвемся Бах Попарали 81 урон Блин Так он лупит Он Просто Красавчик Бобер красавчик Очень хорошо работает Прям Радует меня Испуг на них Не действует Тут можем Просто сбить Пока Есть такая Ой фаербол Кажись Да Фаербольчик Зашел Тяжелая ранень Давай сразу Ее пролизуй Тут наверное Имеет смысл Копье В нее же Тут выходим Так Надо Еще Бабчик Следом Кинуть Примерно Сокращение Урона Танк держится Вроде Ой Его сбивают С ног Это Конструкт Из плоти Очень 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 Опасно Так Я взрываю Трупы Тут их Много Кого-то Должно Задеть Задевает Только Двух Но Задевает Весьма Неплохо Кастуем Наверное Еще После Благослов После Доспехов Там Веры Или как Они Называются Доспехи Веры Еще Благословение Я никак Не могу Пройти Чтобы Парализовать Эту Подругу Паралич Работает Безотказно Практически На 12 Секунд Будем Отстреливать Бах 73 Просто Критом Сносит Без Шансов Каких-либо Средоточенность Уже 60 Конструкт Испоин Что это за Удар Такой Был За За Удар Такой Страшный Паралич Снова Пошел Скелет Волшебник Лежать Не хочет Ну Тут я даже Не знаю Зайти Оттолкнуть Немножко Их Отталкиваем Оглушаем Оглушение Здесь Подавлено К сожалению Давай Снова Парализацию Паралич Снова Обновлен Продолжаем 84 Урон 84 Урон Такой Конский Дамаг И снова Средоточенность Восстановлена Снова Паралич Можно Обновлять Несмотря на то Что он Накинут Был Да Еще 5 секунд Пожалуйста Сейчас Еще один Выстрел И все И до свидания Так Вырубили Еще одну Группу У нее Здесь Лут Вокруг Напомню У нее Самой Лут Должен Быть Да Гримуар Есть Есть Искрящийся Разряд Да Электрический Отскок Я думал Его брать В свое Время И ключ Еще От камеры Медовуха Гримуары Эльфа Пока что Тут еще Лут Дофига Но очень Простого Так Тут Наверное Лучше Вскрытность Сейв Стилет Хорошего Качества Собираем Стилет Мне не нужен Но почему Нет Еще немного Денег Но сейчас Вопрос С одной стороны Мы квест Выполнили Да Редрика Свергли Эту Некромантку Тоже покарали За За Многочисленные Нарушения И Я вот думаю Второго Пробовать Месить Ну а чего Он вроде Хороший Но Лут Никто Не отменял Он реально Мне не мешает Вернусь Сторонный зал Смотрюсь Еще Конечно Да Сокровищница Да Но Она где Вот здесь Мы еще Не проверили Сверху Одна комната Но это Все Больше Подъем Наверх Окей Давай Проверим Так Изично Просто Замок Взяли Вообще Все Уничтожили Подвал Там Ну Ясно Здесь Просто Ключ Который Открывает Да Я не мог Эту дверь Открыть Навыка Не хватало А я И здесь Это не было В общем-то Не Был Как я сюда Зашел А вон Слева Дверь Открыта Понятненько Меня кажется Кинули С сокровищницей Доставь его В покой Так мы же Не знаем Что у него За предметы Писали Что у сокровищницы С улицы Вход Самое практичное Это вот как раз Сокровищница Делать вход С улицы Потому что Как бы Это Новая жизнь Позолоченные долины Прости, друг Надо еще Так много сделать Давайте Просто Просто проверим Что да как Да Просто проверим Каково оно Раз Два Три Четырес Пять Кажется Изейшая Вообще Темнейшая Сейчас будет Дальше Такое Более Ауешное Типа Да нет Не то Вот это Вот Так вот Богословение Оп Паралич Так Тут все нормально Тут все нормально Ты делай Вот так Там непонятно Какая-то Буря Просто эффектов Никто Ничего Не понимает Но вроде Все работает Ой не то Я делаю А колыш Почти мертв Так Этого Опрокидываем Тут Жрицы Какие-то Непонятные Сбиваем Сбиваем С ног Раз Поэтому Последний Выстрел Надо сделать Просто Тут еще Лошечку Закинем Почти Гуф Колыш Минус Жрицу Парализуем Я это делаю Потому что Могу Вот Самый Наверное Простой Ответ Потому что Просто Могу И хочу Посмотреть Что Они Мне Припасли Минус Еще один На этого Паралич А Бобер Там уже Справится Скидывай Этого Упыря Волшебника Можно было бы Кстати Наверху И добить То Вообще То Между Прочем Давай Вот так Аккуратненько На На Волшебник Минус Можно Конечно Попробовать Взорвать Еще Труп Но Это Так Это Парализован Урон Там 42 29 Я Уж Не знаю В кого Там Как 75 Выбираете Вообще Любой И Минус Все Экспы Дадут Нет Это не Предусматривалось Игрой Ладно Посмотрим Просто Лут И все У У него Сабля Хорошего Качества Всего Лишь Но Это Еще Не Все Еще Денег Много Блин Наверное Не Стоило Перезаписываться Или Бог Сниму Я Собрал Какую-то Фигню Но Есть Вероятность Что Я Какие-то Квесты Не Закрыл Ну Все Поняли Что Я Смогу Да Просто Изейше Ладно Гоу Дальше Сядь на стул Еще Стражников Кучу Да Эти Стражники Они Так Себе Надо Такой Изготовки Живите Живите Попробуем Сейчас Найти Сокровищницу Репутация Репутация Это Да Но Ладно Посмотрим Чем-то мне Fallout Игра На этой стадии Начала Напоминать То есть Есть Определенная Свобода Есть Квесты Но Ты Можешь Встать А Народ Реально Много Слушайте А мы Помогли Мы Вернули Власть Начался Порядок Нас Не Мочат Может Быть И Правильно Сделался Так Так Собираем Деньги Как-то Много Всего Трон Пуэзай Там Что-то Посвечилось Так Я Уже Лутал Этот Тайничок С Утроном Может Это Сокровищница Оружейная Это Больше Похож На Оружейную Да Нагрудник Хорошего Качества Вычет Урон 12 Скорость Восстановления Ну Кажется Он Не Нужен Мне Открываем Щит Хорошего Качества Но Это Не Сокровищница Уважаем Не Сокровищница А Что Мне За Щит Обычный Просто Большой Щит А Тут Есть Большой Щит И Хорошего Качества Шикарно Ж Окей Вал Аут Напоминать Начал Потому Что Ты Там Тоже Всех По Крайней Мере Из Подъемки Да 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 Поэтому Как Раз И Опа Свиток Огненного Дыхания Ну там Или как Он Называется Собираем А Я собственно С этой стороны И пришел Хорошо Значит Здесь Я был Нижняя Стена Подземелье Канализация Давайте На площадь Снова Вернемся Тут Тупичок Тупичок Жень Хочешь Посмотреть Здесь Миньон Опять Наушники Там Миньон Кот Черный Хочешь Посмотреть Он Правда Undead Но Кого-то Он Мне Напоминает Вот Смотри Мордень И Вот Видишь Так Ручное Животное Видим Три Бушит Блин Кажется Здесь Тупик Отсюда Я Приходил Ребята Где Где Сокровищница Вообще У тебя Топит Щит За квест Кузнеца Дверь От Кладовой Почему Не Изваешь Его Это Топит Щит What Из-за 16 Отклонения Защита Уменьшается Вычет Урона Уменьшается А Нет Подождите Большой Щит Хорошего Отклонения Отклонения Минус Точность А тут Отклонение Минус Точность Хотя Да Наверное Его Надо было Да Он же Еще Бьет Этим Щитом Точным Так Так О Псион Из Данрид Роу Прибывает Это у меня Здесь же Ивенты А когда Отостроится Стадель Через 20 часов Надо куда-то Пропутешествовать Я думаю Короче Нет тут Сокровищницы Меня снова Обманули Мне нужно Наверное Валить И валить Наверное Спускаться Вот таким Вот образом Хорошего Качества Дает 8 Плюс 4 Улучшение Бабла Набрал Да Да Мне сейчас Главное Скинуть Еще Спускаемся Ой Спускаемся Несколько Опасных Мгновений Вы висите Вы Висите Не Стене Пока вам Не удается Наконец Схватить Стебли После этого Вам остается Лишь Осторожно Спуститься На землю Да А то Привалы Закончились Вроде Как можно Понапродавать Столько Шмоток Козырных Может быть Мне вернуться В свою Да Давайте Я вернусь К себе Домой Возможно Там Будет И таверна Возможно Там Можно Будет И сплавить Ворота Не для Его Обрежества Зачем Тим Мост Не понравился А что Там Через Мост Можно Быть Но Как-то Привык Стадель Строительство Завершено Это Очень Хорошо Во-первых У меня Есть Пять Косарей Неожиданно Западный Преграждает Путь Захватчикам Вот Его Типа Нужно Строить Три Дня Правда Он Делаться Будет Самодостаточность В дальнейшем Башни Вот Западный Скорее Всего Да Да И Три Дня Ждать Пока Он Достроит Барбикан Ой Музыка Пошла Вернулся В родные Пенаты Какая-то тут Разруха Все равно Кажется Тут Ни торговцев Пока Ни таверны Ни черта Нет Только Начал Восстанавливаться Ладно Тогда Давайте В золотую Долину Тем более Что А Ты сразу Отдохнуть Можешь В любой Части Замка Без Бонуса Но Делаем Привал Ну Тоже Хорошо Спасибо За Наводку Тут Еще Элементы Интерфейса Два Бесконечные Пути Следовать Ну Я бы Сначала Сейчас Сбагрил Шмотки Опять же Ради Бабла И возможно Что-то Зачаровал Еще То есть Я в Позолочную Сейчас Вернусь Посмотрим Что по Журналу Может быть Я с кем-то Смогу Хотя Вряд ли Мне там Дадут Еще Дополнительные Экспы И так Далее Майкер Построил Мужика Который Да нет Хатя Я только Только Начал Отстраиваться То есть Только Крепость Первая Только Завал Сейчас Можно Кстати Купить Ингредиенты Для крафта А у кого Они кстати Продаются Такой вопрос На таком Покажи Что на продаже Есть Так Продаем Все Что Во-первых Не является Магическим Прям Сразу Прям Сразу 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 То Что Является Магическим Но у меня Есть Такие Дубли Дорого Как я Донес Все Это Я не знаю Но я Донес Боевое Посох Хорошего Качества Мне Не нужен Пика Возможно Кстати Булава Нет Вот Дальность Н75 Хорошо Зайдет Нет Это Нет Пистоль Не хотел Продавать Пистоль То Да Но Да Пистоль Надо Оставить На 3700 Было Продано Только Оружие Сейчас Еще Порядка 60 Комплектов Доспехов Разнообразных 7 Косарей Мантии У меня Не у Всех Есть Ладно Пока Того Оставим Шаги 8800 А где Штуки Для Крафта У У кого Они Продаются Такой Вопрос Если мы Скажем Где торговцы Ты за спойлеры Не фывнешь Фывну Конечно Так Я хочу Во-первых Купить Себе Тут я На рук Засматривался Можно Можно Кого-то Вызвать Но Вот так Ингредиенты Для крафта Продаются Если крепость Построить Всякие Домки Понятно Ну Что ж У нас С вами Появилось 12950 Денег При том Что я Еще тут Не все Попродавал Что мог бы Продать Надо Наверное Посмотреть У кого Там еще С броней И не все Хорошо Например Вот здесь Можно Явно Поменять На хорошего Качества Палочки Опять же Пожалуйста Скипетр Хорошего Качества А я все равно Из арбалета Там стреляю А прикинь Как они Все это тащат За кадром Да-да-да То есть 60 70 комплектов Только доспехов Это Ну как бы Там выше Существует Город В общем Ладно Я купил Привалы Я Продал Ненужный Лут Сейчас посмотрим На карте Куда в принципе Можно идти У меня прям 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 Душа радуется Может я так Могу Прогрейдить Зачаровать Дальше Может быть Нашел я там Что Нет Нет Только Эффективность Поднять Опа Могу Эффективность Против Цивилизованных Рас Точность Если противник Человек Короче Любые Гуманоиды И урон 25 Возьму Все Бобер Стреляет Только по людям Бесконечные пути Гоу Давайте Бесконечные пути Хорошо Я не знаю Что такое бесконечные Но раз Вы хотите Я пошел Бесконечные пути Изейшие Как же Классно Можно было И дальше Зачистить Там еще Человек 40 Еще Косарей На 10 Но нет Так А бесконечные пути Выход Через Крепость Кажется Так А что тут За ивент Разобраться С нападением Авто Самостоятельно Небольшая Банда Троллей Слизняков Вылезла И скоро Будет В большом Зале Разбираемся Кто Посмел Ко мне В дом Пришли Тролли Троллируют Твой замок Сейчас мы Опа Что-то там так много Народу Что-то я не понял Так А ну-ка Так Бобер Назад Ты тоже Василий Назад Ой Ой А че Так Много Так Ладно Стойка Готовится Тут Завяжи Сначала Они Очень Хорошо Жгутся Прям Должны Прям Очень Хорошо Жечься Поэтому Мы Такие Зажигаем Мы Такие Зажигаем Рано Еще Кинуть Как-нибудь Не знаю Вот так Так Вяжем Сбиваем Как у них Там С испугом Сбиваем Тоже Никак Не Не Собьются Они К Испугу Никак А по кому Я паралит Делал Я вот так И не понял Тут 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 Давай-ка Защиту От всех Типов На пятнашечку Бум Фаербол Ижду Блин Паралит Действует Фаербол Первый Ну где Фаербол То Ёшки Матрешки А Он Все Еще Там Все Еще Нормально Сейчас Вылетит Уже Вот Пошел Бах Сколько Так себе Блин Легкое Ранение Не давай Еще один Фаербольчик Все равно Он Ауешет Все равно Заходит Хорошо Так Тут мы По парализованному Стреляем У него Характеристики Вот Вот Какая Какой-то Второй тип Защиты Я все Забываю Стойкость Соточка Где-то У меня Правда Тоже Танк Такой Серьезный Но Это Потому Что Там Бафы Накиданы Потому Что На Нем Энергетическая Защита Еще Висит Так Паралич Все Еще Работает Это Ок Можно Конечно Кстати В танка Закинуть Пока Не Поздно Воспламенение Души Нет Это Не в танка Это В кого Нибудь Из Тролей Надо Закидывать Сначала Один Выстрел Еще Сделаю Пожалуй А потом Уже Буду Закидон Этим Заниматься Так Защиту Повысили Сейчас Стойком Еще Разок Надо Наверное Накидывать Огнем Опять же Причем Вот Черных Древних Правда Я тогда Выйду Не Давай Какие Бафчики Пока Мы Кучно Стоим Хорошо Еще Один Фаербол Уже Лучше 27 26 45 Сейчас Можно Сделать Вот этот Пролетающий Мимо Всех Шар По своему Попаду Но Да бог С ним Паралич 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 Давай Еще Разок Раны Наверное Сюда Накинем Полетел Шар Какой Там Урон Конский А Я Не Могу Его Пускать До Тих Пор Пока Да Тогда Давай Вашечкой Стандартной Своей Этот При Смерти Сейчас Бобер Попадет Я Надеюсь Благословение Ой Нет Защита Сейчас Благословение Еще Сделаем Ранение При Смерти Легкое Ранение Тролли Жесткие Конечно Не стоит Сейчас Еще Расслабляться Не стоит Бах Отстреляем 55 всего Ну Ё-моё Может Позахватывать Их Как у них Там Своли То Вообще Своли Хреново У них Давай Вот Этого Захватим Чтобы Ну А он Уже В тыл Пробирается Как Как Нельзя Это Позволять Делать Ну Еще Пробивает По По Магу По Нашему Гад Может Сделаем Еще Вот Так Вот Оуешенное Дыхание Нашему Та Другу Пофиг Да Контроль Работает Еее Сейчас Можно Зарядить Кому Нибудь Воспламенение Души А Можно Паралис Накинуть Снова Ранение Легкое Да Наверное Лучше Сейчас Вернуться Вот К этому Тролю И Через Шифт Туда же Здесь Проходит Дыхание Не Такое Хорошее Как Хотелось Бы Но Можно Поближе Подойти Стоп Не торопись Только Не торопись Ладно Пофиг Тролль За нас За выражение Еще 6 секунд Будет Работать Здесь Трупы Взрывать Особо Смысла Нет Я Лучше Вызову Скелетов Как раз Под огонь Под Слизняков Паралис Снова На 12 секунд Срабатывает Это Отлично Выстрелю Разок Я по нему Опять Жеж Побью Потому что Вероятность Хорошая Скелета Вызвал Залил Тут же Но Не все Скелеты Умерли Этот При смерти Норм Норм Тут будет Выстрел Что тебе Сделать Тебе Можно Вот так Закинуть Ауешечку Ты Молодец Сражаешься Тут Тяжелое Ранение Завражение Правда Сейчас Закончится Но я После Вот Выстрела 60 Сосредоточения Получил Снова Смогу Зачаровать Этого Потому что Он полностью Здоровый Этого Тролля Мне Ну Некуда Сейчас Задевать Слизняков Убили Этого Вяжем Здесь Можно Еще разок Кинуть Катящееся Пламя Наверное Лучше Обойти И катящееся Уже Кидать Так Чтобы Сильно Своих Не Подставлять Ну Танка Не Очень Жалко Опять же Повторюсь А Вот А Вот Давай Огненный Урон Скажем На Этого Сейчас Бобер Чаровать Пробует Котящееся Пламя Пошло При смерти Тяжелое Этого Зачармили Вообще Топич Топич Ребята Я Наверное Сейчас Попробую Пожечь Вот этого Товарища Потому что Он легко Ранен Ему Огонь Как раз На 164 Лишним То не Будет За Заворожение На 13 Секунд Тут Один Тролль Минус Это Тяжело Ранен Можно Попробовать Сейчас Его Еще Огоньком Вот Так Поджарить Месте Со Своими Скелетами Правда Ну Ладно Сойдет Сойдет На него Подействовало Вообще Я Не Увидел Должен Был Каст Пройти От Повелителя Огня Промахивается По Противнику А У него А Воспламенение Проверка Нав Вот Как раз 102 Вот Которая Штука Понятно Тогда Да Я не прав Не знал Я Не знал Так Сейчас Я косячу Причем Жозненько Так Косячу Надо Быстро Добивать По крайней Мере Вот Этого Товарища Есть Добил Стойк Добил С Огненной Атаки Кажись Да Этого Мы Парализовали Стреляем По нему 60 Этот Заворожен Еще на 4 секунды Надо обновлять Паралич Видимо Обновили Да Тут Снова Воспрял Духом Один Упырь И мага Бьет С двух ударов Он на самом деле Кладет Мага Второе дыхание Пробую отойти Понимаю Что за выход Из боя Получаю Но зато По крайней мере А вот сейчас Трупа Кстати Можно взорвать Слабенько Очень Очень Слабенько Снова Паралич Ну вот Сейчас уже лучше На 12 секунд Можно этого добить Точнее Побить Огнем Опять Дальний Присмерти Давайте так Снова Паралич Это тоже Гуф Считаете Он не Переживет Одного Выстрела Да Умер Это Мы тоже Парализуем Халява Эти Эти Как их Называют Сайферы Сайферы Обновляем И опять На 12 секунд И опять Там по 53 Редко Но очень Больно Бьем И снова Обновлю 4 секунды Давай Давай Успей 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 Бах Защитили Наш Замок От набегов Алут Нужен Новый смайл Как бобра Перезаряжает Драбаш Да 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 И как другие Персы Арбалеты Вертят Да Так Ну Мне же В темнейшем Вон туда Вот вниз Спускаться Да Давайте поговорим С нашей подругой В каком состоянии Замок Давайте посмотрим Очереди Нет событий А что я могу Еще Нет Наемники Это лог Это очередь И строительство Тоже работает Кажется Вот мне сюда Да Поправьте Если Если я не прав Мне в бесконечные Пути сюда Я надеюсь Сюда Хорошо Там говорят Меня ждет Какой-то босс Здесь мы проходили Все Покорили Пауков Этого Мер Мер В общем Того Прошлого Хранителя Убили Туда-туда Но только Надо ли Виск Ты же сказал Что надо Идти сам До этого Пятая часть Только пути Начата Ну Я же Медленный Отдохни Потратил Много всего Да нет Почему Заклинания Не все Потратил Здоровье Довольно Много Пробежал Говорят Да А вот Из пункта В пункт Бесконечные Пути За один час Хорошо Вниз Надо было Идти Видимо Вниз А не наверх Так кто же Знал Я там Никогда Не был Зато Шоткат Открыл Он У меня И был Открыт В общем Вниз Так вниз Сюда Видимо Как-то Сюда Вот Видимо Только Там Я не Исследовал Бесконечные Но Вот Мы На месте Подумать Только Как Так Близко Стоим На Самых Что Ни Есть Бесконечных Путях Созданных Великим Энгвитанским Королем Однуа Кану на миг Замолкает Но тут-то Все Все Эдирское Но если Залезть достаточно Глубоко То можно Прикоснуться К настоящей Истории Найти Гробницу Великого Короля Вот это Мечта Но я Ищу Не его Одного Из его Слуг Слуг Габраноса Могучного Мага Целестремленного Ученого Хранителя Знаний Такого Каким буду я В руинах Была книга Танври Оратоха Или ее Последующая Нет Или ее Предыдущая Неизвестная Нам форма Я видел ее На руинах Рядом с именем Габраноса Остатки Тех же символов И стихов Которые известны На Рауатайском Он наверное С восхищением Относился К этим словам Или даже Сам написал Давай искать Если мы источники Не ошибаются То окажется Что Габранос Принес текст С собой Он будет Где-нибудь В библиотеке Или в гробнице Одно из двух Идем же Сразу С 750 опыта Исследовать Бесконечные пути Вместе с Канруа Изейшие Ребята Изейшие Причем Логика Пятером Я не встречал Еще с шестого Вот и все И не искал его Специально Ой Ты какие маленькие Ксаурибчики Ксаурибчики Правда Сразу Со жрецом Опа И вирм Тут еще Опа Дыхание Дракона У него есть Так Ребят Тут что-то Что-то Как-то Они вообще-то Да Дофига Народу Как-то Нехорошо Получается Я бы Магом Поближе Вышел Мне Овешечка Нужна Что-то Боберыч Начал Получать Ни за Что Вообще Причем Сильно Начал Получать Так Давай Вычить Уроном Тут Пройдемся Опрокинули Раз Второе Дыхание Два Ой Как я Не хочу С одной Страны Бобрать А с другой Страны Не хочу Сейчас Тратить Последний Спел На 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 Него Одного С Восстановлением Выносливости Придется Хотя Если он Сейчас Успеет Второе Дыхание Юзнуть Это Может быть И Не Да Давай Лучше Сокращение Урона Сделаем На 15 Красиво Бобер Давай Есть Бобер Успевает Стреляем По Пролечу Здесь Наверное Вот так Лучше Тут Накинем Раны Из Колечка Верн Катается Еще Фаербол Мелочь Разрывает Умирает Разрывает На части Какой-то А Это Как раз Спел 15 К К Разным Типам Как Называется Еще Разок Круг Защиты Все Защиты На 15 На 12 Секунд Окей Что Еще Я хочу Я хочу Все-таки Бобра Немножко Хильнуть Но Надо Для Этого Подойти Поближе Либо Кинуть Вот Так И на Танка И на Бобра Много На Себе Берет Бобер Много Слишком Много Может Не Вытащить На Него Много Рэнджа Заходит Очень Жду Когда Будет Взрыв Стоп А я же Могу Выносливо Сейчас Ауешечкой Зарядить Вот сюда По-быстрому Заряжаем Хорошо Попролечу Может Еще Успею 3,5 Секунды Выстрелить Трупы Взрывать Смысла Особого Не вижу Потому что Там Все Уже Сдохли Остальные Все Стоят На Рэнже Гады Добиваем Одного Жреца Этого Парализуем Хотя Давайте Попробуем Взорвать Еще Есть Несколько Врагов Виверна Жесткая Еще Выносливость На Бобра Взрываются Трупы Паралич Не Срабатывает А что Там Выпало Что Я Не Попал 7 Понятно Этого Следовало Ожидать Конечно Если 7 То Да Так Сбиваем Блин Бобру Уже Хреново Отступи Ты Заклинание Заканчивается Бобра Прямо Все Ненавидят Судя по всему Ну Хотя бы От Виверны Отошел Давай Попробуем Жреца Взять Ай Нет Промахивается Еще Самый ответственный Выстрел Бобер Промахивается Спрятать Я уже Его не могу К сожалению Верма Пойдет Танк Пытаться Как-то Да О Этого Убили Кстати Этого Там Друга Убили Правда Сейчас Там Выстрел Будет От Да Отлучника Попадает Бобер Падает Ладно Да И контрольный Еще Давай Вызовем Скелетиков И Привал Скорее Свою После Этого Сразу Потому Что Да И Заклинания Закончились Уже Окончательно У Того Самого Кстати Здесь Есть Один Каст Вычет Рона Действ По верму Как и следовало Ожидать Особо Урон Огненный Не наносится Вычет Пятнашечка Верм При смерти Этот Ранен Еще Наверное Скелетов Обновить Нужно Прошлые Уходят Но Зато Эти Здоровые Сразу Так Атакуй Хоть Как Остался Ксури Боец Один Лучник Который При смерти Тоже Боец Новый Не согрелись До того Момента Как Я Уже Не согреться Староличь 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 Ну Давай Взрыв Хорошо Ой Так еще Динамики Взрываются Вместе с этим Взрывом На грани Прямо Встает Бобер Мы лутаем Огромное Количество Ксаурибчиков Тут Лунные Камни Возможно Для крафта Пригодятся Всякие Жезлы Которые Тоже Продаются По соточке По 200 Наверное И учитывая Что Ксауриб Это Это же Животные Да То есть Я должен По возможности По возможности Так вот Сделать Теперь можно Домой Да нет Почему Я должен Этот уровень По крайней мере Пройти Крыло Вирма Чудовище Это Накосячил Накосячил Так У нас Телефон Зазвонил К сожалению Алло Алло Дождемся На патруле Вирм стоит Реально Патрулирует Так И Очень Очень Внимательно Это же Скотина Наверное По С Заморозкой Не дружит Да ведь Но вот Это Ледяной урон Он Ауе Бьет Не подойдет Вообще Нужно было Пролизовывать Просто не того Но я Зафейлил Просто Просто Зафейлил Нормально Ксаурип Минус Этого Сейчас тоже Нейтрализуем Скорее всего Да Паралич на него Действует Просто прекрасно Там На 18 На 20 Секунд Мама моя Разбудила Этим Да Я прошу Прощения Привет Маме Кстати Так Собираем Снова Лутец Что такое Кто это Кто это Почему Он валяется Это Ксаурип Лежит в углу Комнаты Его ребра Резко Проступает Скотч Шучатую Шкуру А дыхание Затруднено Так что Каждый Свистящий Вздох Вызывает Явный Дискомфорт Он Кажется Никак Не реагирует На присутствие Осмотреть Его Его кожа Странным образом Обесцвечена В нескольких местах Но вы не видите Ничего Что указано На причину Недомогания Оставить в покое Может помочь Ксаурипу Может мы найдем Противоядие По мне Вдруг Проснулась Как бы Это назвать Там Оп Не назову Я это Никак Взаимный Привет Да 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 Ксаурип Воин И Вирм Еще один Да Здесь народу Конечно Приличным Я наверное Зря Вот прям Прям так Взял И Скорее всего Зря Давайте проверим Малые блайты Очень много Народу Здесь Очень Блин Много Народу Давайте Капец Там 2 Вирма еще но нужен огонь был вообще-то нужен был огонь пробу прострелить парализованного господи как же тяжело то сейчас танку на как же ему тяжело так-то доспехи идут сейчас нужен фаербольчик наверное вот так вот раны работают бобер молодец конечно еще одного парализуем хорошо залетает фаербол тут баф неплохо тоже влетает благословение делаю следующим ходом легкой тяжелой легкой твоего щечка пока что паралич работает надо уже восстанавливать потихонечку выносливость наверно танку или или нет с блайтом наверное стоит бить с руки наверное да наверное стоит попробовать по крайней мере да он ядом стреляет видимо меняются как раз вот эти вот все стихии и удар с руки идет возможно малый блайт и вызвать оружие малый блайт огненные разъедающие ледяной электрический до смены оружия создают в руке заглянание шар которые можно бросить нанеся обновляется пока не закончится заглянание кажется балдерус гейт тоже были подобного рода вещи с руки можно ну я не помню не помню не помню как он там работал давно это было дальний меня так расстраивают у нас там скреты сейчас будет вызывать парализовывать надо скелетов пошел вызывать ё-моё там такое количество вермов и по ним как бы нужно еще работать чем-то специфичным не огнем а либо магией либо холодом ну либо тьмой наверное так но холодом это стойк он очень хорошо может зайти вот так вот и и пустить по всем бобер пока паралич кидает мы сейчас вызываем скелетов они какое-то время должны сдержать этот при смерти упырь его моё народу тут вот так запускаем наверное да стреляем ок тут наверное так а у ешечку тоже запускаем к саури поубили танк подходит тут пошло пошло 30 20 10 22 20 отлично еще бы разок также а у него кстати много этих как называется культовая проекция слушайте она еще в блин она восстанавливает выносливость оказывается для друзей то есть можно было спокойно кидать на своих и у моего ну тогда заводим сюда спокойно танка вообще да я теряюсь многообразие всех вот этих вот а 80 крит уличка хорошо вылетела снова стан какая грязь а и еще разок давай сюда же можно попробовать еще какую-то у ешечку кинуть он там да вот так вот давай все разлетается мне показалось что в конце еще взрыв какой-то был непонятно с чего так но наверное сейчас умерло человек 20 в общей сложности причем с виверными там совсем фарш очень эффектно а блайт и ауешь ты что они не может быть к блайтам надо присмотреться повелители огня в разбитой скорлупе свернулась маленькая белая тельца только тогда когда крошечная зубастая пасть открывается чтобы издать испуганный писк становится ясно что это маленький недавно вылупившийся вирм поднять верма у нас кажется пэт появляется новый верм вот он маленький верм крошечный белый верм похоже этот верм самый слабый детеныш из выродка поскольку он меньше своих сверстников при этом у него красивый сверкающий ше а еще по всей видимости по всей видимости вы нравитесь ему отлично я кота пока в запазуху тут тут лутаем тут лутаем ай аккуратненько проходим это что это схрон дубина хорошего качества и привал один привал хорош мне как раз одного не хватает михаил пора уводить смайл с конем с конем не понял ну да ладно так я я врываюсь р в в поторопился сейчас конечно поторопился по окружали как следствие сейчас будут бить возможно стоит ммм ммм не не будем давайте просто предметные вещи юзать 43 на-ка давай-ка ауе восстановление выносливости оно быстро кастуется вроде как да и пригодится в общем то сейчас еще один выстрел так сбиваем с ног так тут ксурип воин кстати прям под боком опять же я не хочу тратить заклинания на какого-то упыря 70 урона сейчас можно его парализовать двое занятые лучник один несчастный там стоит мучается тут убили ну смысле парализовали стало быть убили паралич бах 36 опа гланфатанский охотник за душами прибывает в поисках работы у нас новый ивент здесь а че я могу ему сделать там у меня только строительство и все да есть деньги но никаких но никаких опций вроде как нет а конский урон конский это да конечно конечно же еще паралич еще паралич все парализованы этот добит этот сейчас добьется бах бах еще разок хорошо прям мне не нравится этот очень полезный герой у нас выходит сверх полезный так собираем это да это да как м это Запустить вот так вот шар. Да, по-своему попаду. Да, не очень хорошо, но... Тут... Давай... Начнем с АУЕшечки тоже. Скорость помедленнее. Тут можно пройтись... Пройтись тоже АУЕшки. Там огромное количество... Ну, мы уже сталкивались с таким количеством врагов. Так что все должно быть... Куда я полез? Там рейндж совсем не тот, что... Что я рассчитывал. Сейчас подставлюсь я. Подставлюсь, подставлюсь. А, я не могу сквозь своих бить, что ли? Мне казалось, что я пробиваю. Но нет. Ладно, тогда что? Все, тогда... Все резисты увеличиваем. Здесь... Наверное, стоит даже делать какое-нибудь... Дикое АУЕ. Потому что, ну, тут полный хаос, говорится. Надо докидывать. Туда еще навешивать сверху. Попадает бобер еще, попадает. Хотя это... Урон-то другого типа, правильно ведь? Стало быть, я не могу... Не наношу так много урона там... По остальным. Так, можно еще разок заехать. Когда вот эти вот два камня закончатся. А, я парализован своим. Паралич сработал. Ок. Здесь еще разок. Вот так вот, через всех. Проезжаем. Стойком, наверное, стоит... Либо выносливость, либо... Можно, кстати, сделать бдительное присутствие, что защитит... Не, давай стандартные пока вещи. Дешевенькие первого левела. Ну, покатился еще один шар. Можно трупы сейчас зарвать. Наверняка там кто-то успел уже умереть. Ох. Бобер сейчас умрет. Его, кажется, больше свои побили, чем... Чем... Чужие. Благословение. Еще нужно сейчас кастануть. Так, так, так. Опять я забыл про... А, хотя не достану. Я давай еще разок раны сделаем. Причем, лучше раны сделать через... Не получится через девайс сделать их. Вот так. Благословение. Мне остается не так много... Полезных вещей. Самое безопасное, конечно, сделать бдительное присутствие. Дорого, но зато... Более-менее надежно. Этот при смерти ранен, тяжело ранен. Тот догорел. И три верма остается сзади. Сбиваем, добиваем. Ну... А, там паралич опять. Я не замечаю этого. Снять паралич, кажется, я могу девайсом, опять же. Вот так вот мог бы сделать. Причем... Еще давно я мог так сделать. Восстановление выносливости сюда на бобра и на танка. Есть, сняли оглушение... Парализацию, точнее, с танка. Подавлением печалям. Ну что ж ты делать будешь? Я никак этого... Сурипа, несчастного, добить не могу. Стыдно? Конечно, стыдно. Вызываем скелетов, потому что, ну, должен кто-то там... На себя внимание привлечь, потому что... Бобер при смерти там. Да и танку тоже плохо. Простой боец, ребята, боец простой. Ой, хорош. Ну, слава богу, попал. Наконец-то бобер. Значительно сейчас облегчит задачу остальных здесь. Потому что этого замесили, на этом паралич. Все становится проще. Ох, ты ж ежик. Там проход как будто к боссу. Да, это точно что-то кровавое. Смотрите, там к Сурип стоят. Точно привал надо сейчас делать. Только правильно сделать против животных бонус. Рестрим это будет? Да, вроде как мало он кому нужен. Его там периодически просят отключать, потому что там не только я на этот канал стримлю. О, хорошо. Точно привал, тем более привал и с запасом. Животное. Животное. Окей. Знаешь, хранителей я встречал везде, где бывал. Если с путешествием у тебя не выйдет, всегда можно читать души за деньги, консультировать людей, рассказывать им, из какой они семьи и кому должны мстить за прошлые обиды. Рад, что тебя это так веселит. Просто не очень у меня получается поднимать дух, когда насекся. Ой, я нечаянно. Чувствую, там перевод еще. С переводом накосячили немножко. О, строительство завершено. А вот теперь внимательно. После этого барбикана, надо выбрать большой зал отремонтирован, спутники принимать, доступны приключения. Это вариант, кстати, неплохой. Восстановить ночевать, с помощью улучшения открыть бонусы к отдыху. Это гостиница. Двор необходимый для... Улучшать. Что там такое у нас творится? Опять животное, я не чудовище взял, да? Хорош. Хорош. Библиотека, подземелья, наемников, защита от нападений. Оружейное, оборонительное оружие. Лавка редкостей. Попадаются необычные диковинки. Покупать экзотических созданий. Случайные существа. Мастерская. Отремонтировать и покупать ловушки. Бонус к механике. Мне нужна какая-нибудь... Какая-нибудь кузница или что-то в этом роде. Казарма, чтобы люди прибывали. Фонтан. Будет восстановлен фонтан в ударе. Вообще отлично. Оружейное. Купить оружие, доспехи. Дайте оружейную поставлю. Опять был взят правильный бонус. Сейчас аккуратно заходим. Опа! Похоже на финалочку, да. От сцены. Ксауриб, верховный жрец. Когда вы входите в этот зал, вас встречает какафония из визга, рыка и лая. Перепачканные в крови ксаурибы танцуют, неуистовая, подпрыгивая. Стоящий в стороне ксауриб погружает руки в ведро с кровью и рисует узоры на других, стремящихся присоединиться к ритуалу. В дальнем конце зала один из ксаурипов одет и в длинный череп молодого дрейка. Яркие перья потрясают посохом в сторону собравшихся ксаурипов, визжит и щелкает. Верховный жрец вдруг поднимает посох над головой и кричит с новой силой. Он указывает посохом на яму, потом на вас. Что же это может значить? Я не уверен, что мне нравится эта идея, говорит Аллот. Оп, стоп. Народу очень, очень, очень много. И верховный жрец святую мощь кастует. Что у тебя там, Жень, шумит-то, а? Пробуем отступить в более удобное место для сражения. Вроде получается. Дальше стандартные наши замечательные темы. Раз. Как они идут? Надо поставить, наверное, в первую очередь, мага вот этого нашего. Замечательного. А, он и так стоит отлично. Он может уже сейчас, смотрите, как запустить. Какая... Ну, начнем так, да, хорошо. Стойка стоит. Бобра подвести вот сюда. Там такая грязь. Эрочка пошла. Так, бобер, бобер. Что делать бобру? Так, еще стойка бы сюда тоже. Вот как-то так, но он не достает. Он в своих упирается. Ладно, давай стандартные вещи. Только, наверное, на... На... Бонусный урон. Пошло, поехало. Я даже не знаю, что туда... Что туда закидывать. Возможно, я сейчас накину на танка своего отталкивания урона. Для этого мне нужно настрелять какое-то количество. Я просто буду стрелять бобром. Ох, пошел первый шар. Покатился, так скажем. Покатился. Дальше у нас фаербол. Готов. О, бобра уже все ок. Тогда бобер кастует связь боли на танка. Здесь фаербол хорошо. Здесь двоечка ок. Стойк. Что делать стойк? Стойк, стойк, стойк. У нас кастовало только что благословление, насколько я понимаю. Да. Можно взять... Нет, концентрация. Это лесом идет все. Можно что-нибудь такое прям... Можно массово точность снизить, подавленность в бою. Что-нибудь из третьего. Не, ну это рейндж вообще никакой. Можно закинуть столб веры сюда. И урон по всем избитиям с ног. Такой там хаос творится. Бобер из костов... Оооо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фаербол залетел. Нет ничего лучшего старого доброго фаербола. Только, пожалуй, два фаербола будет получше. А сколько трупов? А это все взорвется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-ка второе дыхание чуть заранее. Я не знаю даже. Тут сделай что хочешь. Просто что хочешь. Еще фаербол. Ну, пора взрывать трупы, я считаю. Ой, сейчас. Сейчас, сейчас там просто все развесет. Верховный жрец подошел. Парализация. Вот оно. У него уже тяжелое ранение. И там шары катаются. Горят после фаербола. Ужас. Танк стоит в проходе. Так, что там получается Кана? Раскрываем, что там успел Кана сделать. Черви. Считаем. 15, 13, 23, 21. Промахивается часто. 30, 24, 11, 29. Все равно хорошо зашло. Прям хорошо зашло. Ах, не могу я, к сожалению, зарядить. Так прям... Ладно, давай благословление. Там паралич уже. Звуки затихли. Танк стоит вокруг. Просто гора трупов. Гора трупов. Карл. По парализованному бьет. У меня кажется, звуки сломались в игре. Нет, все, верховного убили. Остается две виверны. Такая жара. Класс. Сочетание, конечно. А дальше еще круче будет. Это просто фаерболл третьего левела. Там будут прям... Хорошие штуки будут еще. Ну, а тут пробуем сбить. На, на. Отличный выстрел. Тоже по парализованному. Надо 50 или 60. Новый паралич будет. И все. Просто гора. Просто получил оглушение после взрыва трупов. Угу. Все. Собираем. Почти три полные вкладки. Взял. 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 Так, а с верховного-то что у нас? Должно было что-то выпасть. Так, это пика хорошего качества. Дубиночка тоже это было. И вроде от Саурипа самого мне верховного еще не выпало. Ну, заходим. Может, здесь лутецкий. Есть еще. Огонь моя стихия. О, тут просто хорошего качества. Ну, кажется, есть возможность то ли спуститься, то ли полутать. Я сначала осмотрю все. Кровь, проливавшаяся из этого ведра, въелась в камень. Привязанная к разиниревке. Лигляд достаточно длинный для спуска в яму. You should see this. Опа. Тут взвешенные ограничения. Уникальная рапира. Уникальная рапира. Чем же она у нас уникальна? Колющий точность плюс пять, точность плюс двенадцать. Очень меткая. Еще зачаровать можно. А, противников, с которыми персонаж вступил в бой плюс один. Вот в чем уникальность. Так может, зачаруем и дадим танку нашему? Огненная плеть, электрическая плеть. Точность, если противник. Нет, не то. Надо вот на метке скопить и прочее. Грибочки есть. Да, для танка это хорошее качество. Тем более, точность повысится серьезным образом. Кистень у нас... Урон поменьше. Точность поменьше. Урон поменьше. Бонус, что такое? Двенадцать уже хорошо. Но скоро заканчиваем. Конечно, скоро. Полчасика еще. Да, пошла жара у нас. Можно добавить... Разъедающую бы плеть я добавил. Универсальная штука. Ну хотя, зачем ему урон? Он главным образом стоит. И рапира ему для того, чтобы он стоял нормально. Полчасика, да, полчасика. Ну, недолго. Давайте посмотрим. Широкая яма уходит в зловещую темноту. Вы слышите свист ветра в ушах. И время от времени горячие порывы воздуха дергают вашу одежду. Использовать крюк, чтобы спуститься? Попробовать по стене? Не-не-не-не-не-нет. Осмотреть для начала. Похоже, что расселенная имеет искусственное, неестественное происхождение. Она кажется очень глубокой, но дна не видно. Поэтому точно сказать нельзя. Крюк используем. Вы достаете из рюкзака крюк, аккуратно закрепляете его на одном из тяжелых каменных блоков, окружающих яму, сильно дернув за веревку, несколько раз убеждаетесь, что держится. Продолжим. Крепко взявшись за веревку, вы начинаете спускаться в темноту. Вскоре край ямы остается далеко над головой. И остается слышен только скрип веревки ваше собственное дыхание. Вскоре, однако, далеко внизу вы замечаете другой источник света. Дальше, за оборванным концом веревкой, видите тускло освещенный зал, в центре которого располагается каменный бассейн. Он наполнен кровью. И даже на таком расстоянии можно разглядеть конечности и покалеченные тела, в основном принадлежащие к саурипам. Просверленный в камне туннель заканчивается высоко над залом, и веревка до пола не достает. Спрыгнуть в кровавый бассейн. Сгруппировавшись для жесткой посадки, вы отпускаете руки шумным всплеском, приземляетесь в кровавый бассейн. Густые темные воды не дают плыть, угрожая затянуть вас вниз, в невидимые глубины мрачной ямы. Но в конце концов вы выгребаете на поверхность и подтягиваетесь, переваливаясь через край, чтобы обнаружить себя в вонючей и листой смеси крови и конечностей. Сюда сбрасывали бедных к саурипиков. Бесконечные пути уровень 5. Дрейк, это не дракон, но... Так, это Дрейк. К саурипы тревожно перетаптываются с надеждой, глядя на Дрейка, когда чудовище вызывающе расправляет кожистые крылья, касаясь колонн по обе стороны. Да, да, еще жертвы. Он коротко хлопает крыльями, взметая облако пыли. Иди сюда, богоподобный, ты будешь удостоен чести. Мне и тут хорошо, спасибо. Дрейк издает низкое рычание. Сюда, я сказал, сюда. Он шипит, рассекает когтями в воздухе, заставляет на его к саурипа отлететь в сторону. Он перечит мне, глупая маленькая мягкая жертва. Ящерицы приведут ее, если жертва не придет. Так. Дай мне пройти, я не причиню тебе вреда. Что? Жертва не может уйти. Вам кажется, что участок чешуи на груди Дрейка начинает светиться оранжевым, когда он смеется? Жертва не очень умна. Пламя вырывается из его ноздрей, зияющей пасти. Хозяин сделал меня господином здесь. Здесь я король. Я бог огня и золота. Запись. Хозяин глубин. Так. На пятом этаже я столкнулся с взрослым Дрейком. Именно это существо питалось принесенными в жертву к саурипами, и оно оказалось достаточно старым, чтобы говорить внятно, прежде чем напасть на меня, Дрейк сказал, что хозяин дал ему власть. Так, ребята, отступать практически некуда, потому что что там, что там, все очень не очень. Но я бы, по крайней мере, попытался стянуть. Как он такой гортанный? Что он делает-то? Что он делает-то? Жжется. Итак, начинаем, блин, работать. Это раз. Я бы, я бы сразу же начал с клевого, да, вот такого вот, клевых покатушек. К саурипа воина так. Здесь R, естественно. Здесь мы уже работаем. Здесь мы делаем вот так. Скорее. Так, а далее-то что? Я думаю... Нет, давай лучше вот так вот. Увеличение сопротивляемостей. Покатились, покатились. Покатился фаербол. Можно еще пожечь, конечно же. Я понимаю, что Дрейку пофиг, но я не Дрейка сейчас пытаюсь убить. А где там паралич? Вот паралич. Саурип воин. Бобер стреляет по нему. Ты озадачен. Ты... Не помню, кастуешь, не кастуешь, успел или не успел скастовать. Что происходит? Пробуем сбить этого товарища. Повелитель огня... Мне вот не нравится, как я зашел сюда. Я не вижу паралича. Он вроде стреляет, потому кто парализован должен был быть. Застревание вижу. Паралича не вижу. Куда-то стреляет, Бобер. Он промахивается. Твари добра, ну как так-то, а? Может там диспл был? Там, скорее всего, да. Градрейк поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Соточка, привет. Да-да-да. Ну, изи-то не изи. Не знаю, как тут получится. Бобер у меня как-то вообще не очень пока получается. Или я не успел выстрелить все-таки? Точно? Ладно, давай сначала ужас тогда с кастой. Или... Давай попробуем добить все-таки. Ты же вроде... Нет, перезарядка идет. Давай тогда ужас. Что ты делаешь? Почему ты это делаешь? Скажи мне. Давай лучше вэшечку сюда. Ауэшечкой. Так, ты тоже свое дело сделал, да? Как мне быть? Что мне сделать? Вот так вот, наверное, сделаем. Смотрите. Понимаешь, что там горят? У Ксаурипа, в принципе, резисты... Ну, есть к холоду, но 5 вычет урона. Это не так серьезно. Я смогу подлечить своих немножко, достать до Дрейка. Ну, и всем урон нанести довольно серьезно. Я думаю, вот так прям сам Бог велел. Прострелить. Хорошо. Пошел Испуг. 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 Надо как-то кого-то бобром... Надо бобром отступить. Лучше нужно сделать. Так, тут двоечка. Ладно, давай еще огня. Прям по всем можно опять зарядить. Бобер стреляет по самому незащищенному. Ксауриб боец, наверное. А, тут Дрейк уже влетает. А-а-а, какая грязь, а? Ну, пока еще ничего сверх жесткого не сделал. Бобер промахивается. Меня вот беспокоит, что бобер... Бобер мажет. Сжигаем неплохо. Но магу уже плохо. Он должен вроде как отступать. По нему Дрейк бьет. Давай второе дыхание. Здесь можно попробовать взорвать трупы. Они уже там были какие-то. Поехали, взрываем трупы. Хотя я не докастовал... Раны эти. Но лучше, наверное, сначала все-таки, да. Защита 49, 44. Поэтому, поэтому бобру надо стрелять. Так, стойк. Просто атакует? Да ладно. Давай-ка, знаешь что? Давай-ка еще разок пройдемся вот так вот. И подлечим, и... Да-да-да-да, держись. Так, магом пытаюсь отступить. За ним хвост. Вышечкой отстреливаюсь. Трупы когда взорвутся? А-а-а, там паралич. У меня появилась... Появилась... Появилась стойкость на параличах. Попробую Дрейка запарализовать. О-о-о-о-о-о. Жуть. Просто жуть. Запускаю так. Паралич 2 секунды. Так не к месту, а... Стойк, что можешь сделать? Что можем сделать? Что-нибудь контролящее на втором левеле. Отталкивающую печать. Крайне маловероятна. Восстановление выносливости, скорее всего. Вот так вот закинем. На танка, на этого, на себя. Паралич действует на Дрейка. Ну, все понятно. Изейшие, ребят. Изейшие. Сейчас трупы еще взорвутся, как только отпустят сейчас нашего Кана. И там все должно рвануть. Вся мелочь. Вот это вот при смерти тяжелораненое должно просто уйти тут же. Я надеюсь на это. Хорошо, хилл прошел. Давай еще вот так. Ну, ну где? А Кана уже что ли... У него нет. Уже он, видимо, скастовал. Блин, надо добивать как-то. Слил каст. Ясно. Плохо. При смерти тяжело, ранен, ранен. Там еще верховный жрец один. Ну, давай так. О, кажется, на танк сейчас согрелся. Ееееее, подчистили. И подлечили, кстати, его. Вычет урона. Видите, огня 36. Его вообще не стоит огнем бить. 59, 55, 40, 47. Давай-ка стрельни по этому товарищу. Стрельни, стрельни, стрельни. Надо убить вот этого Ксаурипа воина вблизи. Боец тоже мешает. Как я могу? Давай-ка благословение. Ооо, там, кажется, хил сработал просто. И, возможно, действительно надо вот холодный туман было сюда скастовать. Возможно, даже скастовать и на себя в том числе, чтобы этих задеть. Что-то их там трындец как много. Мне нужно уже на предметы смотреть, на разные самые. Наверное, меткость нужно взять. Выпить сейчас. Ты кастуешь, ты кастуешь. Тебе делать ничегом. Испук ужас мне особо не нужен. Разве что мало зелья выпить выносить. Бедный танк, блин. Бедный танк. Ладно, давай попробую завалить этого. Туман. Тут благословение накинули. Последнее заклинание, которое есть. Малое восстановление выносливости на танка. Плюс. Вот так вот. На Каны еще. У него есть второе дыхание. Надо брать. Ай, народу, конечно, тут просто немерено. Так, пошел туман. Не хочу я вместе с туманом пускать еще что-то огненное. И не хочу стакать туман с другим туманом. Можно попробовать вот так вот колющим уроном еще запилить. Хотя там вычет урона десяточка. Не, неплохо все равно. Если по всем попадет, то все нормально. Бобер выпил бутылек? Выпил бутылек. Надо попасть тут по кому-нибудь хотя бы. Хотя бы по кому-нибудь. Сбивание с ног не проходит, к сожалению. А нет, сбивание с ног проходит. Отлично. При смерти. Ксорибчик. Может, я тогда его добью? Именно бобром. Так, стойк отстрелялся. Все, у него больше ничего нет. Но он может танковать. Здесь еще... Заходит... Что это было? Что сделал Дрейк? Дыхание. Четыре попадания с критическим. Семьдесят два урона. Тридцать пять урона. Пять пять урона. Минус... Охренеть. Так. Он и своих покоцал, кстати. Второе дыхание делаем здесь. Да. Второе дыхание сделаем здесь. Да. Здесь... Блин, эти два упрят все еще живы, а? Господи, какая грязь, а? Так, бобер. Бобер. Попади и убей вот этого упыря при смерти. Это раз. Второе дыхание есть. Танк живет. Тебе и по этому товарищу. Хочется вот этого гада убить. Может, отступить и забить на него? А, он пролизован. Понятно. Так. Так. Стойк тоже пришел в себя, но ему делать вообще нечего. То есть он... Ну, может, конечно, атаковать. Переключаюсь я на посох стойком. А что у него там? У него же вроде огонь. Нет, не надо это. Уж лучше палочки бить, блин, чем... Чем таким посохом. Бобер промазывает, блин! А там защита увеличилась у него по каким-то причинам. Испуг не хочет союзать. Вот поэтому надо теперь стрелять. Парализация на сколько? На 1.8. Окей. Может, стойком попробовать... Попробовать помочь вот здесь вот отбиваться. Все очень плохо, ребят. Кана еле жив. Бобер перезаряжается полчаса. Там еще лечит, гад, этот жрец своего. Его надо отстреливать, конечно, но у него защита... Хотя у... Да, у всех... Надо его достреливать. Надо, надо, надо. Пытаться. Стоп. А че, стойк умер? Что, опять, что ли? Дрейк лишает сознания... Понятно. Критически попадает по стойку. Нас осталось, считайте, двое. Что тут? Паралич нон-стоп. Если Бобер промакивается, то до свидания. Бобер должен убить этого, с вероятностью где-то 1 к 3. Он снова мажет. Давай тогда сделаем испуг. Так, а тут-то можно... Вычить урон и концентрация. Давай, бутылек выпьем. Давно пора, надо было. Но уже слишком. Я сделаю. Возвращается. Ну, ненадолго возвращается к нам Кана. Капец. Выносливость плюс 59. Отклонение. Давайте пьем просто все. Пытаюсь продержаться как можно дольше. Кана снова парализован. Только вернулся. А этот на... Хиляет и хиляет. Хиляет и хиляет. Шансов нет уже. Сейчас танк отъедет. Бобер попал. Он, к сожалению, не добил. Падает наш танк. Но он сейчас поднимется, конечно. Так, бобер убегает пока. Я не поднимусь. У меня же там другой армор. Все до конца, ребята. Сейчас паралич будет и все. Черт. Какая грязь, а. Не, ну я его убью. Конечно. А в этот раз-то должен. Мне надо сделать таким образом, чтобы... Короче, сейчас все будет. Сейчас покажу, как надо. Наверное. Работаем. За углом такая гоп-бригада ждет. Ну что, уважаемые. Конечно, можно было распределиться получше. Собрались? Собрались. Огонь же нужен. Огонь мой... Ааа, у меня фаербола просто нет. Ё-моё. Вот это косяк. Я же не отдохнул. Хотя должен был, кстати. Я не могу еще магом выйти. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Мне надо распределяться. Надо сейчас срочно, блин, выходить. Ааа, what? Я почему-то промахнулся бобром. Это мега фатально. Черт возьми. Сейчас мы что-нибудь убьем. Там парализация уже идет во все. Они меня просто унижают. Так, я должен попробовать снять парализацию. Таким вот образом. Оно что-то меня вообще не улыбает. Сейчас перспективка вот в такой ситуации сражаться. Ладно, пробуем. Пробуем, что только наиболее эффективные вещи, которые в данный момент можем... Вот как вот сейчас принять бой можно, постараюсь принять бой. Наиболее эффективно. Так, ты скастовал. Молодец. Кастую еще. Трупы хорошо взорвутся. Надеюсь взорвутся, блин. Бобру достается. Трындец. Как же больно-то, а? Ох, восстановление выносливости. Вставим. Бобер, конечно, в парализации. Но я же накинул вот эту штуку. А, он пытается текущим действием снять статус. Снимает вроде бы, да? Да, подавление печали работает. Хорошо. Сейчас восстанавливаем выносливость. Очень плохо. Так, давай лучше туман. Восстановились немножко. Вычет защиты. Так, и можно трупы же взрывать. Там же есть первые трупы. Ну, хотя бы нужно два новых трупа получить. Потому что тут парочка всего. Надо еще двух. Вот этого убить. Возможно, кого-то из этих упырей. Добить. Стоит, скорее всего, даже... О, вот так же хорошо зайдет. И подлечусь. Так, ты давай этого прокидывай. Добивай. Тоже сюда стреляй. Ну, где, где, где урон-то вообще? Все, вроде можно. Еще два человека умерло. Тут такой конус хреновый. Даже не знаю, пока... Наверное, лучше вот сюда. А там вообще трупов не было, судя по всему. И они все взорвались просто. И прилетает Дрейк. А тут прям... Прям конь еще не валялся. Нельзя. Надо. Вот так вот делать. Я попробовал в такой позиции неприятный. Просто несосредоточение. Он должен стоять далеко. И стрелять из дробаша. Его парализуют. Он никак не может собраться. Ничего толкового сделать не может. Здесь нужно что-нибудь тоже такое положительное. Такое доброе, вечное. Может, минку поставим. Оттолкнем их всех отсюда. Парализация на бобре опять. Ну, как я тут выживать-то буду? Это еще Дрейк не... Не плюнул в меня. А он может. Что делать? Что делать? Бобер. Умираем. Он еще промахивается. Стреляю вплотную. Попробую сбить Дрейка. Причем все на бобра полезны. Может, я его спрячу? Пока еще не поздно. Вдруг успею. Спрятал. Ох. Так. Вали отсюда вообще. Не, хотя можешь постоять, кстати. Вот это уже хорошо. Вот это уже неплохо. А этот ослеплен. При смерти тяжелый ранен. При смерти ранен. Нельзя. Нельзя. Нужно что-нибудь с точечным. Ладно, давай. Жрец, не жрец. Давай жреца, ладно. Жреца. Бьем. Да, я закончу эту битву и все. Я в курсе, сколько времени. Восстанавливаем выносливость, освещение земля. Бобер побежал. Эти еле живые вообще. Все еле живые. До верховного жреца. А то он лечит опять же. Бобер не может никак выйти оттуда. Он дышит, что ли? Похоже, дышит. Дрейк дыхание попадает по Эдеру. Не так больно, кстати. Он, кажется, не ауешет на этот раз почему-то. И это очень хорошо. Так, восстановление выносливости еще пошло. Бобер еще будет выводиться 20 секунд. В самом начале боя шаманов принудительно доходить тьмой, хоть чем они такие полезны. Остаются к середним боям с хиллом пролечим. Да, понятно. Сейчас я пытаюсь одного шамана вытащить. Ну, в смысле, вы... Убить, короче, пытаюсь его. Давай копьем еще раз, гарантированно, чтобы совсем уж... Ели живой там. Тут все ели живые. Тут три человека при смерти. Шаман падает, этот падает. Ксаурип воин. Последний остается. Ок. Тут хилл. Нормально. Остается двое. Сейчас мы на воину, на Ксаурипа. Здесь пробуем... А, давай Дрейка попробуем скинуть. Можно уже фулл ДПСить сюда. Чем только можно. Можно взорвать трупы. А войс достанет. Вот так вот. Достает, но совсем не сильно, к сожалению. Я жду бобра. Дрейк немножко ранен. Может, сначала добьем этого, действительно? Так, раны на обоих. Этот кастует. Ты уже сделать ничего не можешь. Поэтому просто... Просто бей. Без бобра тут тяжеловато. Смотрим, как паралич действует. Или как... Ну, зловонная тоска, которая паралич юзает. Промахивается с доп. эффектом. Точно 44, 180. 0. Промах. 38. Результат броска и минус... Ой, 36. Результат броска и минус 36 еще. Ммм. Так, давайте мелкого сначала убьем. Ладно. Я чувствую, что Дрейка я буду бить очень долго. Можно, кстати, пока не поздно зелье выпить. И бобром, как отпустит, тоже зелье на меткость выпить. Выведение через секунду. Все, бобер пришел в себя. Выпивает зелье меткости раз. Получилось? Выпить-то у тебя, друг. Что-то со мной не так. Испуг. Что это за статус такой? О-о-о-о-о-о. Господи. Испуг. Критическое попадание, ловкость, решительность, точность. Ну, это понятно. А, паралич на мне. А чего? С чего мне паралич? все вроде пришел в себя не не пришел до какого я вот не пойму как 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 так тут подходим о ой только не не торопись а вот там дыхание уже как же тяжело танку так я выпил зелье меткости вроде как выпил допиваю сейчас его есть надо попытаться может скелетом вызвать но хотя они от огня должны так уйти не давай вот нет не черви который отталкивает и урон наносит а здесь что есть электрический разряд или отклонение реакции вот можно свиток природные метки сделать попробовать так бобер приходит в себя этот при смерти пробуем попасть природная метка поставлена дорогие счета двинули мне плохо тут пробую попасть так все короче атакуют дракона кроме бобра потому что бобер должен ай бобер должен разогнаться вот на этом ксаурипе воинов есть бобер попадает бобер пробует паралич сделать давай есть параличного 17 секунд ну все победа все вот ручки ручки вон дрейк он дрейк а вот ручка ладно я обновлю лучше но разок обновлю и все больше не буду ой 5 секунд проличь всего стоп 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 не надо так еще разок обновить мимо он жив все бах 33 на к как он живет танка как он живет танка давай его попробуем еще разок от откинуть падает чем не есть электрический урон давай что есть вообще что есть то и делай господи не дай бог сбивает с ног еще двоих и я попадаю нас ракет и здесь же темнейший ребят при смерти дрейк я с рукой его так остановлю твой танк минус паралич ребята не подведите вас осталось трое давай бобер заряжай заряжай бей попади 46 обнови ну мимо ой 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 и второе дыхание заранее потому что тут уже как бы беда не настроил он при смерти нормально все попадаем по 2 минусы мак да ладно да ладно не надо не попадает бобер вот у нас уже давай осталось стой я не знаю чуть чуть делать какая грязь бобер все зависит от твоих нет только нет 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 только не бобра прошу нет его цепляют выносливость 14 выносливость 18 выносливость с 12 секунд стой я не тем нет тем выпил выпил бобром капец капец ребятушки а сбивает на 6 секунд сбивает блин стоек прошу с жезла с палочки добей его как-нибудь выносливость останавливается от бутылька бобер лежит сделать ничего не может попробовать подговорить дрейка не выходит волной как встанет сразу же не выдержим а минус бобер нет раз путин побежал 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 да попадает там спуск еще дальше клан вот блин да выпендривался так мне да как за колонна бежать как там ребята встаем но нет они не встают все гг-шечка ребята гг-шечка нельзя спрятаться короче встречу смерть лицом к лицу 4 спасибо за то что смотрели шесть половин часов господи время пролетело незаметно спасибо за то что болели мы следующем на следующем стриме начнем прямо вот вот отсюда вот да да выпендривался с пролечем да выпендривался но хороший бой очень хороший бой появляются деньги появляются стратегии какие-то тактики ладно до встречи пока